всех приветствую с вами я ваш веган христолюб мы с вами продолжаем серию видеороликов на моем канале посвященных теме веганство сами ролики я называю эту серию не веган потому что сегодня у нас уже с вами выход на финальную такую прямую нашего марафона мужской 30 роликового да это вопрос или оправдание не веганов человекообразных труппажеров будет называться следующим образом если я стану веганом родственники друзья не поймут меня или я бы стал веганом но не могу потому что друзья и родственники не поддержит меня они засмеют меня им не понравится если стану веганом вопрос очень серьезный я ему действительно тоже уделю особое внимание пользуюсь я текстами нашей стенограммы с ольгой видео выступлений английского активиста вегана проповедника это винтер седа землянином ну и добавляет то что сам считаю нужным конечно же я поделюсь сегодня обязательно своим опытом как говорил иисус я помимо веганство прежде все христианин веганство является частью всеобщей любви человека божьему творению животными одним из которых является и конечно же я расскажу иисус говорил сотворить и научите да дайте в себе пример естественно я буду о себе тоже говорить сегодня и вопрос серьезный мы настолько зависимая мы называем частью любовью но это не любовь естественно это рабская зависимость от мнений окружающих неважно кого родственников муж жена не родственники до друг другу но близкие люди как назвать как угодно взаим супругов до детей бабушек дедушек дяди тети друзей одноработников односельчан избирателей да или еще что то в общем и там и же с ним да и по сути а я полно в своей жизни встречал людей я не знаю их основная масса нет которые боятся вообще всего казалось бы чутье до этого человека ты его никогда в жизни на своем пути больше не встречает может быть сосед по сиденью на автобусе дальнего твоего путешествия есть люди которые просто вот трусливы по жизни во всем вообще он 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 побоится он боится даже вот незнакомого человека боится я имею не в плане мы все где-то отчасти боимся в этом мире друг друга то что живем в мире лежащем возле живем на самом деле в аду который сами на земле создали что мы понимаем что любой человек на может просто по башке дать да я не про это страхи я не про страхи и природные страхи так как плоть наши якобы смертно по сути бессмертным просто из одной жизни в другую переходим то естественно у нее есть инстинкты есть реакции до чисто физиологические одергивание там и так далее ну вот сами страхи это причинение этой боли поэтому это естественно я говорю о страхах косить психических но по сути вообще духовных то человек становится человек раб раб чужого мнения это очень важная в христианстве когда проповедую истину всегда об этом говорю без полного избавления себя от вот этих вот там целый букет дача обо мне подумают а я не хочу расстроить маму или папу да и прочее 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 меня уволит там начальник это все страхи но а таких из бытовых и твой не из бытовых а вот ближе к сегодняшнему нам все-таки он больше всего подходит это страх что обо мне подумай вот и по сути конечно сегодня будем касаться это вообще общая жизненная позиция тоже очень важно это как бы будет этого касаться но я еще тоже свои пять копеек вставлю обязательно это вообще вот именно мировоззрение знаете рабская подкаблучная вот это или как назвать правильно подкаблучность разка будут по женским каблуком это может быть покупку под каблуком хозяина господина да здесь я сейчас не на половые делю какие-то эти разницы этот настолько низкая жизненная позиция что это ты никогда не поймешь истину ты никогда не обретешь счастье соответственно не познав эту истину более того не пребывая в ней потому что человек создан из любви и совершенства из бесстрашия это наша природа природа божья пока мы к ней и противимся мы будем несчастны когда мы начинаем с ней в унисон признав ее жить все у нас становится в жизни хорошо внутренней по плоти да будут страдания но это временно все это при этих временных страданиях по плоти даже здесь внутренне ты остаешься всегда счастливым потому что она внутри тебя и никто у вас его отнять не сможет более того он не может это сделать никаким образом вас могут отнять все что угодно вас ваше счастье внутреннее если вы захотите никто отнять не может ну что невозможно отнять это вы вас будет ненавидеть бить убивать то что вы радуетесь как он может заставить вас страдать если вы счастлива будьте счастливы если вы будете только святыми а святость это доброта или любовь как хотите совершенство в любви в доброте так ближе к теме да по поводу родственников рассмотрим конечно же разные случаи поговорим это важно какие родственники родственника родственникам рост но неважно если вы на каком-то крючке сидите скажет да мне там да мне в принципе пофигу что там обо мне сосед думает да но вот родственники какие даже дальние да у нас большая семья у нас там все все покрыто сплетнями все все про друга знает все вмешиваются во все да если что-то все узнаете на что мне мозг выносит большие семьи где там связи эти поддерживают там до сотого колена наверно не знает до 25 человека на другом краю планеты всем все расскажет кто где пукнул да кто начал сдал экзамены не знаем все в любую фигню какую мальчику купил об этом знают все 250 человек у моей там родни через десятое колено есть такие я с таким встречался вся жизнь в этой семье и ты там все вплоть до того что у тебя какими запахами ароматами ты пока все там известно все знают все все интересно все все знать и естественно все это обсуждается перемалывается выносится в выводы учиться и так далее вот поэтому если какая разница но это не рапу соседа рапу своей семьи ну хорошо у тебя нет большой семьи лезь большая на тебе на всех все равно только там на своих родителей не все равно или детей или еще что-то да вот какие то я вспомню реальные свои тоже случаи из опыта с кем что увидел наблюдал кто как поступал тот себя будет узнавать хотите обижать хотите нет я в принципе когда касается такие дела имен не называю вот хотя вы знаете могу сказать папа мой там родня как раз я могу называть то потому что я по примеру некоего президента российской федерации не хочу называть своих родственников до некий человек одна женщина да тут уж вот ну а из людей которых меня окружают как можно не называть все равно никто многие этих имен не поймут я просто рассказываю я просто когда это реальный случай я говорю что это реальный случай ну и кто-то меня смотрит до сих пор может даже у нас был вот но я это делаю не с целью кого-то там нет ну тем как раз я тоже хочу чтобы если они себя узнают исправились потому что я нелицеприятен вот именно в себе сейчас буду как раз ссылаясь на себя показывать пример а кто со мной реально встречался видел и вот именно вот так вот натыкался на меня что мне когда становится когда начальших весов полагается вот псевдо любовь там еще что-то в жизни истины я выбираю истину сейчас мы поговорим о случаем я это уже много раз говорил на сегодня такой ролик вскользь и об этом или часто говорю где-то в проповеди поговорим все и конечно посторонних людях должны ли мы прям везде свидетельствовать вот на одно дело активизм другое дело сейчас мы начнем с ниши ступеней я сам просто стал веганом да ты не станешь сразу супер активистом проповедником ультимативным таким да благовестником всего этого счастья вот поэтому мы начинаем с маленького конечно вот аргумент звучит как я сам не могу даже стать то есть я настолько раб что мне будут запихивать кусок трупятины в горло я ничего сделать не смогу вот то есть начинаем рассматривать мы самых маленьких степеней это я пока сам становлюсь молчаливо пассивно без активизма без защиты животных я сам хотя бы перестаю участвовать что в зле уклоняясь от зла и сотвори благо религиозным людям известно все откуда это да это закон жизни поступать другими так как ты не хочешь как ты хочешь поступать с тобой наоборот никому ничего не делать того чего не хочет чтобы делали тебе вначале ты хотя бы не делаешь не убей не укради ветхий завет да не прелюбодействуй а потом уж сотвори плоды достойные покаяния хотя бы не участвуешь во зле отходишь от этого ну и берем действительно так как мы с вами живем временно в пространственно временном измерении в котором мы рождаемся такими немощными комочками да и уходим такими же практически может чуть побольше немощными комочками ну кто от естественной старости переходит из жизни в жизнь поговорим конечно же давайте еда немножко почитаем и поговорим конечно же о тем что я становлюсь пока просто сам назовем это пассивное веганство потому что принес тот же самый от когда говорит о веганстве уже таком активе активном он и говорит это веган активизм да есть такое понятие ну мне близже слова такие чаще проповедь как человеку хоть не называют религиозным верующим я не религиозные не верующий я человек проповедующий истину познавшие проповедующие я никаким религиям культом не отношусь их не исповедую не проповедую я него что я не верю в бога я знаю что он есть я не верю в любовь и она сущность бытия как и бог бессмертие свобода я вот не верит просто есть верю я в это не верит не имеет никакого значения истинное то что есть эта сущность бытия а то что я и в нее верю не верю она не появляется не пропадает как и бог это лишь уровень моей тупости познания в познании истины вот и все что пишет или говорит это из всех оправдания что этому стоит уделить особое внимание ну мы особое внимание много чем уделили но я согласен что очень важно сегодня конечно же вопрос как всегда его вряд ли многие вывезут наше дело говорить провозглашать каждый сам решает обладая свободой где ему быть в аду или в раю и по счастливым и несчастным и пожирать плоды дел своих до злых особенность уделить особое внимание ведь для некоторых людей отношения социума друзей и семьи имеет большое значение как быть если заранее известно что ваши близкие отрицательно отнесутся к таким переменам давайте для начала подумаем как быть с друзьями ну и отделе да и хотя мнение друзей не должно останавливать вас тем более вопросе веганство давайте почитаем то что у него своя немножко архаичная структура мы его почитаем я хочу немножко по-своему нам все-таки сказать и хотя мнение друзей должно останавливать и хотя мне друзей не должно останавливать вас тем более вопросе веганство стоит признать что друзья оказывают огромное влияние на наш образ жизни мы не хотим чтобы наши друзья высмеивали нас или отрицательно относились к нам из-за нашего выбора я думаю что все дело в том что в нашем обществе дружеские и приятельские отношения часто выстраиваются вокруг еды вокруг встреч в ресторанах кафе дома в атмосфере застолья ну по сути он так и назвал да к счастью в большинстве современных кафе ресторанах самого различного уровня есть веганские блюда и меню их ассортимент становится все больше а это значит что сходить на ужин с друзьями для вегана теперь не составляет трудности ведь теперь практически в любом кафе и ресторане можно заказать еду из веганского меню таким образом вы избежите неловких ситуаций поводов для шуток со стороны друзей более того это даже будет способствовать тому чтобы ваши друзья стали воспринимать веганство как норму ведь теперь это доступно легко я кстати сам на затупил надо было начать просто не с друзей или вообще в текст и местами поменять я почему хотел начать с семьи ну то есть самого близкого да и потихоньку перейти ну ладно мы с вами про друзья прочитали возвращаться не будем давайте все-таки про семью мне так хочется планка была выстроена такая не планка ступенька давайте теперь рассмотрим ситуацию в семье это на мой взгляд непростая ситуация тем более с друзьями как-то мне не очень понравилось как это все свел к животу вернее он от он как бы правильно свел только как-то я лично не услышал его голос в его текстах что у нас действительно вся дружба свелась к животу но об этом мы сейчас чуть похоже поговорим давайте про семью рассмотрим семью это на мой взгляд непростая ситуация особенно если вы все еще живете с родителями если же если вы живете отдельно отношения в семье не могут служить оправданием ведь вы сами покупаете готовите себе еду сами содержите себя но если вы все еще живете с родителями или другими родственниками который покупать и готовит вам еду решать такую задачу нелегко даже если у вас очень хорошее воображение я бы посоветовал для начала объяснить своей семье почему вы хотите стать веганом покажите документальные фильмы которые повлияли на вас это могут быть скотозаговор земляне причем тут здоровье земля надежды и славы покажите им фильмы и видео которые вдохновили вас к переменам может быть ваша семья заинтересуется аспектом здоровья тогда покажите научный может быть ваша семья заинтересуется аспектом здоровья тогда покажите им научные исследования которые доказывают пользу веганского питания для здоровья если ваша семья озабочена вопросами экологии покажите исследования фильмы которые доказывают что веганство решает проблемы окружающей среды просвещайте свою семью в тех аспектах веганство которые они легче всего воспримут вам нужно объяснить им почему вы хотите стать веганом ведь ваши родители ели животные продукты долгое время и и и глубже чем у нас мы выросли в такое время когда-то дольше на муж перевод неправильно и дольше чем мы мы выросли а также в такое время когда не употребление в пищу животных продуктов становится с обычным явлением ну это в принципе мой ровесник в районе там 40 лет а для поколения наших родителей это все еще не нормально поэтому ваша задача рассказать им об этом если вы живете с родителем возьмите на себя обязанность покупать продукты для семьи если конечно может себе это позволить а лучше готовьте еду для всей семьи предложить свою помощь готовьте завтраки обеды или ужины таким образом ваша семья убедиться в том что веганская еда доступна простая вкусная и питательная скажите своей семье что вы хотите стать веганом ради здоровья что вы слышали что на веганском питании нормализуется сон повышается уровень энергии и выносливость расскажите своей семье о всех причинах из-за которых вы считаете веганство лучшим в жизни для себя вы должны влиять на них поспоросвещать их родители переживают за здоровье своих детей и полноценность их питания они думают что для белка нужно есть животных а для кальция пить молоко коров покажите им что это не так покажите им что это очень далеко от истины что человек может быть здоровым энергичным на растительном питании то же самое вы можете рассказать своим друзьям отправьте им документальные фильмы видео и статьи которые вдохновили вас на перемены возможно они просто никогда не думали о веганстве раньше возможно когда они увидят ту же информацию что и вы они тоже захотят стать веганами этот текст идеально правда поменять вот с абзацем про друзей даже он плавно переходит на друзей да вот поэтому чуть-чуть мы с вами не так я выстроил не мы а я мой косяк мы грешок давай теперь поговорим о родителях теперь я кое-что скажу да вот начинаем по поводу то есть я сам хочу сейчас речь вообще не активизм это же там каких-то ультиматов родителям или еще что-то естественно берем возраст возраст берем какой даже неважно какой-то в цифрах сейчас тяжело сказать я в 16 закончил школу старший класс 11 класс и поступил в институт и пошел работать более того стал зарабатывать это был конец девяносто девятый год я закончил и поступил в россии я зарабатывал больше отца кризис девяносто восьмого года может кто знает так получилось что я на рынке на продуктовом зарабатывал больше чем в день но правда работая по 14 часов можно сказать что 6 утра до 10 вечера до зарабатывал я больше помню даже мама с папой вместе взяты папа военный мама гражданская там служащие ну вот они у меня стали даже деньги занимать я их не было шкатулочка просто вкладывал тогда было наличка обычная копил всегда на что-то денег никогда не было в семье я помню хотел телевизор себе купить первое что хотел уж никогда не было своего телевизора да и у меня но в час его не было велосипеда элементарного да такое вот детство с деревянными игрушками прибитыми к полу и мы конечно не голодали хотя на грани тоже вот эти девяностые все с девяносто первого по двухтысячный ничего хорошего тоже не было цвет перестройка так называемый вот и берем возраст конечно же кто как сам стал зарабатывать тот конечно еще в институте сидит на родительских я жил у родителей ну и когда-то еда было потом все ну как бы они не брали у меня на еду и даже когда у них не было денег они уже занимали но считалось что тем более сам пошел в институт учиться сестра не пошла пошла на парикмахера на курсы и потом стал тоже сразу работа практически соответственно там полгода по курсы были все вот я как бы пошел на пятилетнее образование вроде как меня еду и и правда кровь не под родительской крышей хотя уже 16 лет жить хотелось одному вот вроде как это гарантирует ну и в общем то и все уже вся одежда ты становишься уже взрослым все-таки я в 16 уже был я всегда был развит не по ходам естественно все это уже уже какой-то отдых уже интересы не детские мальчики и девочки ну у девочек мальчики не имеют у мальчиков девочки ты естественно вот и поэтому я работал естественно я же научно учился хотя я работал на классических работах где люди работают семьи содержит да я на заводах работал там мужики но работал все время где-то конечно на сменных графиках на ночных там дневные но сменных день-ночь двое дом или там были татриичные как назвать трехсменные графики день-вечер-ночь там тоже всякие какие только не был просто чисто ночные типа охранников там в ночниках и так далее естественно приходилось и бросать все эти работы постоянно как-то к сессе там чем начиналось там уже невозможно пропускал много естественно из учебы я ну и по своему желанию ну и работа конечно тоже вот но естественно из такого взять как я до человек то есть самостоятельно уже даже 16 ну вот пожалуйста кто-то может конечно весь институт еще там зависимости потому что конечно чем держит нас родитель пока пока мы дети это деньгами и ну или в частности как на средствами к существованию по сути вообще элементарными это еда крыша над головой и одежда ну и минимальные там потребности какие-то человек проезд там еще что-то да то есть вот такие вещи вместо зависим от родителей получается ты живешь как раб ну то есть раб тебя свободы нет и стоит ничего не такое рякнешь родителям вот у них как раз аргументы на такие пока как как они говорят как мы кто уже родитель давно до 40 лет мне даже уже хоть и детей нету да но у кого-то уже взрослые дети у моих сверстников до ровесников как говорят вот будешь сам зарабатывать делать что хочешь то есть по сути это логично да поэтому что я могу сказать вдруг кто-то когда-нибудь какой-нибудь молодой человек или девушка попадет на это видео или кто-то поделится или будет сам может со своими детьми говорить или с другими я не ну в общем этот голос истины неважно из чьих уст услышит кто-то не достигший тут даже несовершеннолетия в россии вроде как совершеннолетия с 18 хотя паспорт с 14 дает работать очень непонятно с каким можешь то есть 14 16 то есть 18 но я имею везде детские я сам рассказывал что я даже от биржи молодежи мы ездили яблоки собирать не просто за яблоки копеечку нам тоже довольствует считалось в рамках закона не эксплуатации детей а добровольная когда дети соглашались и естественно пока ты зависим да что можно тут сказать я пер просто конечно же большая ли это аудитория я чё-то сомневаюсь да и конечно сейчас так как современный мир мир интернета то мир то меняется и надо конечно понимать об этом то и с одной стороны я думаю что это небольшая часть людей и такой молодежи себя вспоминаю конечно я всем говорю что я о смерти то бессмертие думал там с 13 где-то до класса уже 8 9 я уже об этом серьезно задумывался до всех этих но это нормальный возраст для любого человека где-то так скажем развивающиеся все средние да как все это уже все это переломный момент кто там как называет психологии вы знаете я ведь не очень люблю лезть модные все названия суть неважно вот это подростки до этого 13 лет это где-то начинает созревать ты мир смотришь по-другому уже я пусть своих денег нет но те же сам карман и расходы да потому что уже есть какие-то потребности я уже появляется свобода выбор что туда то тебе все давали виде товаров то тебе же то же самое деньги дают который тоже свободен купить да и мы некоторые места пирожков покупали сигареты да то есть тоже выбор появляется осознанно ты готов что-то делали тоже выбираешь зло или добро делать все-таки более осознанно уже взрослый человек мир можно и работать вот идти спокойно на самом деле вот и много ли так и таким детям это нужно и вставить ли такой вопрос перед многими ли детям детьми но подростками я конечно уверен хотя в современном мире да так как есть те же самые посмотрите звезды люди популярные да сейчас все эти блоги youtube и инстаграмы до миллионы подписчиков какой-то там звезды подписчиков только да вот и она может призвать или он там если она веган веган они да в принципе иногда хотя там у них свои сложности они рабы своей славы вот именно всего этого поэтому многие то не но все-таки язык биографии могут узнать из каких-то высказываний а может быть даже из прямых каких-то постов и в принципе особенно подростки любители подражать своим кумирам узнав тем более что мы вот знали там я помню вот свое вспоминаю все эти кумиры наши тоже какие-то были кино актеры спорт актер спарте спортсмены там да они почти ничего не было известно хорошо там с какого-нибудь журнала плакат выйдешь на стену повесишь все что-то о нем мог узнать о его жизни сейчас пожалуйста вся жизнь в интернете где кого стулом огрел знает о чем я да какие-то спортсмены там подрались вот как живет как мысль он может свой блог вести он может быть спортсменом но высказывается на поле активно вести там политическую или вот какую жизнь даже может быть и христианином там и проповедовать христианство будучи актером или еще что то вести свой такой духовный блок душевный до проповеднических то есть сейчас конечно мир меняется это на тоже понимать да будущее нас ждет мета вселенная вот это все очень важно и действительно сейчас человеку доступна информация которую раньше не была доступна книги которые там библиотеке сто лет назад написано это одно другое дело современно через секунду ты знаешь где и что там с кем случилось сегодня твоим кумиром да поэтому возможно конечно подростки и внутренние вот это тот общаешься и маленьким кружком там какой-то во дворе до соседские дворы максимум ну или деревне ну такие же дома у нас большие городах я сам из воронежа из большого города нас по сути один дом вот и все твои друзья окружающие а это как одна деревня на мисс по количеству квартир параллель провести с количеством домов в селе деревнях ролики длинные поэтому запасайтесь чайком да будет будет долго вот и поэтому конечно же там сейчас каком тих токе информация распространяется и мир конечно у сейчас подростков он более расширен чем возьмите меня да поэтому я не знаю как какую статистику всегда я не господь бог всем говорю чтобы созерцать все все всю информацию мира одновременно выдавать какие-то статистические цифры реальные да вот я не знаю что сказать таким а чё скажешь не знаю что сказать это наверно один из немногих вопросов когда это такой от меня слышит ну потому что они рабы они действительно зависимы то есть даже их не нет твердой сказать слове или вот объяснение ну там ради сказать да я вот ну во первых какой родитель будет слушать тринадцатилетнего ребенка а здоровье да он ускажет а ты будешь здоровый ну смотри заболеешь нику я тебя там не буду конечно будет ругательство том плане родитель даже который будет угрожать да не ходи на речку утонешь убью это из этой же серии до заболеешь будешь сам лечиться конечно же все равно будет лечить но все это нормально адекватные любящие родители ну таком понимании какому что каждый сам в это вкладывает насколько он что там любишь кто-то считает что если он его и пинком под задал то тоже любит поэтому вряд ли их подросток может что-то родителям там доказать убедить не имея вот не имея не то что рычагов на них какого-то влияния а вообще элементарной свободы пока от них вот опять о чем мы сейчас с вами говорим они же а низкой по планке уклоняясь от зло здесь то же самое не то что иметь какие-то тоже уже наоборот вы знаете эту природу жизни закон жизни старое старое детство и одно дело тоже пожилым родители можешь потом то есть такие же как когда тебе в детстве и ты можешь условия уже поставить своих престарелых родителей уже в обязаловку кормить там веганским принимает она этичную сторону не принимает но ты и объясняешь ей ты вот немощная сама тоже не ходишь покупать ничего не может готовить не можешь уж извиняете старое старое детство у тебя есть два варианта хочешь подохни голодать нанять кого-то либо из рук детей все это принимать до с любовью этическую сторону ты не заставишь ляг принять и это ничего не меняет в то что стоит в той точки зрения что все равно любой труппажор даже это старая милая бабушка ответит за все свои злодеяния за убийство всех животных и вы как дети то что вы их даже на веганское питание принудительно посадить таким образом тоже сами естественно в этой крови свои руки марать не собираетесь тоже каждый отвечать будет за себя вот в том числе за все эти посредничество за по сути за прямое участие вот вы конечно ее от ада то не спасаете она в нем все равно окажется за все свои злодеяния но и себя естественно спасаете потому что ты никогда никого не спасешь будучи сам по горло в болоте поэтому не кормя своих родственникам трупятины там до продуктами животного происхождения вы просто сами остаетесь святы это прежде всего каждый за себя отвечает вот и поэтому детям которые еще не имеют не то что и рычагов просто элементарной свободы действительно вот это финансовый телесный как угодно зовите то ну что тут сказать никак какой процент такой я не знаю сколько вот таких подростков узнают о веганстве и здоровье вот это здоровье много говорил опять вы знаете как я к этому отношусь во первых это просто ложь ну в том плане что это все брехня и люди на эти грабли наступают ни в коем случае вообще веганство по здоровью не проповедовать никогда нельзя это 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 всегда аукнется я об этом хотел чуть потом сказать друзьям ну ладно сейчас скажу это знаете из притчи иисус кто рассказывал что если бес выйдет из человека если этот дом да не занять чем-то святым этот бес потом вернется и взяв с собой еще компашку из семь злейших бесов 77 бесов злевших себя и будет последнее для человека хуже первого это из этой же серии и по поводу и вы знаете на добрые дела и вообще что-то святое доброе светлое не достигается посредством зла помните какая-то хорошая фраза нам это как-то мне не прилипнет не как где-то по-моему даже уеда с вами читали да что не строится ну я своими словами ну там хорош раз на две где-нибудь забыл уже где я видел то что-то она мне не прилипнет хорошая тоже многие прилипают мне вы знаете да вот что на на злодеяниях до он где-то в каком-то оправдании писал ну понятно сам у кого-то народная мудрость что на этих злодеяниях ничего не построишь просто многие сама себя спорят и показывает что в принципе человек потом доходит до этики хотя сами они таких людей слушая на сто процентов не уверен в нем все равно вот если вы прижмет или еще что-то прижмет по здоровью прижмут кто-то психологически вот может этого человека единственное нерушимый фундамент это любовь поэтому говорить надо любви того же самого этого подростка любой родитель то есть что сам будет ему аргументы против против любви невозможно спорить это против рожна идти против палки против вилл а против здоровья труппажоры вам накидают все то же самое вот более того он наслушившись начитавшись про эту идеальную якобы перех при переходе на веганстве все у тебя будет хорошо со здоровьем он завтра заболеет то же сам подросток скажет отчет там как чепуха весь в прыщах там веганы это пишет ой там увек чуть ли не прыщей не будет сегодня будет все у него будет многие больные сдаться с плохим здоровьем рождаются и так всю жизнь живут и в подростковом очень много болеет разными хроническими заболеваниями еще один сразу сюда группа подходит не свободных это вот именно людей каких-то с телесными недостатками инвалиды ну какие-то такие понятия да во все это групп то есть который становится кем еждевенцем является у кого-то да то есть вот они зависят от взрослых или от каких-то людей может это где-то даже там не знаю в каком детдоме где но для больных каких-то да пусть они зависят от воспитателя от государства какого-то от общества я честно даже не знаю что посоветовать таким есть если бы вот меня реально такой человек напрямую часто в камеру как бы я как бы мне хочется думать что их просто нет хотя понять что есть они вот у меня кроме сожаления вместе с ним сочувствие не знаю кроме того как посочувствовать как говорят ему я не знаю что я бы сделал да что в 13 лет в девятом классе там восьмом из дома уйдет куда он пойдет как он жить будет где он жить будет куда уйдет инвалидом уж ходил может настолько зависим что у меня там одна глава двигается коляски да он зависит от своих там подопечных опекунов кто кто бы они ему не были там совсем близкие виде матери отца родивший либо это кто-то там из родственников получается так смотрит таким людям я вот группа людей я не знаю что сказать я не знаю что им сказать как они будут отвечать за свою жизнь вот и я не знаю их них прошлой жизни в прошлых инкарнациях почему они такое служили теперь даже хотя сделать добро они физически не мог ну дети то вырастут а вот что делать с людьми имеют с недостатками с инвалидами это большой вопрос он так до конца жизни проживет и так и не сможет стать на сторону добра и будет пичкать этим дерьмом да и у него вариантов по сути конечно нет только сдохнуть выбрать смерть возможно он заслуживает такой жизни за свои прошлые злодеяния чтобы понять вот это когда-то уже скован даже желая делать добро а человек если действительно в нем любовь раскроется он будет страдать очень сильно от зла это то о чем любит все да ладно там от переживу нет вот в очередной жизни он может даже богу может в такую ситуацию школу жизни в такой класс до его запустить где он поймет все-таки истину примет ее и будет страдать от того что он не может жить по ней он будет мучиться будет мучиться один нормальный человек это любая любого человека пытка привяжи его к стулу и убивай перед ним те же сам животных и людей насилуя их это пытка и когда человек достигнет доистине он даже не видя это будет страдать от этого понимая что он в этом участвует он примет и действительно могут я бы хотел измениться а он не сможет и будто это трупятинный камень конечно может себя утешать но я живот уже внутри изменился но он деятельно это проявить не сможет он будет страдать я бы хотел измениться да я хотел деятельно чтобы исправиться вот сотворить плоды достойные покаяния не только в уме но и по телу вот так вот поэтому тут видите вопрос то как бы у меня будет мысли что скорее всего человеку по делам это все да раз он в такого так господь устроил его жизнь никто просто так не в жизни ничего не происходит просто бог продумывает судьбу каждого человека да я хоть по-детски выражаюсь но чтобы многие понимали вот так вот ну и по поводу действительно тут это уже сказал я лишь не соглашусь следующий этап вы взрослеете становитесь кем свободными по плоти вы сами зарабатываете живете отдельно снимаете купили родители помогли не суть важно все возможно уже женились замуж вышли там вы стали самодостаточными свободными от родителей все они на вас материально никак не воздействует если даже они могут вам помочь чем-то большим у вас чисто уже психологически действует слушай если с ними вот так вот так скажем поругаюсь да они мне тоже могут это помогать перестанешь они может сверх течет помогать лишнюю машину купили лишнюю квартиру уж богатый до семья там вот это уже психологически если ты на крючке сидишь алчности бабла да для тебя в жизни самое важное это уже крючок психологически надо понять для минимальной ты освободился у тебя есть крыши над головой питание одежда ну и все минимальные потребности существования в нашем пространственном временном измерении то есть ты уже понимаешь что все остальное тоже нет меня это уже отговорки тоже оправдание ты реально может быть тем кем ты хочешь я говорю опять мы сейчас пока еще не берем вариант активности просто пассивное веганство просто ты сам выбираешь что тебе положить в рот да это что-то положимое в рот может быть получено либо посредством зла причине кому-то более или самой даже смерти либо не ты узнав об этом если родители об этом естественно не рассказывали основной массе да ты узнав об этом делаешь свой выбор поэтому тут с родителями с друзьями с родственниками этот аргумент конечно же это оправдание она не может являться оправданием или аргументом не быть веганом то есть не участвовать в злодеяниях в более причиняемым животным или даже забиранием у них самой жизни тут уж сами все разбирайтесь вы либо трус до либо зависимый вот на какой-то игле сидите вас на этом держат на чем угодно то есть вы просто зависимы и это зависимость плохо потому что природа бытия природа бога природа всех нас всего мироздания как в котором он сельский во всем присутствует это бессмертие свобода и любовь именно это и согласие жизни человека с этой природы в таком мире и когда все по этому закону жизни живут по бессмертию свободе и любви тогда это только может быть раем если хотите а лучше небесным царством любви в которой мы все когда-нибудь окажемся по своей достойности жизни да вот так вот поэтому если вы и так не живете вы никогда не будете счастлив вас будет когнитивный диссонанс если вы действительно достигли вот в зрелом уже возрасте пусть подраст ну пусть когда я свободно стали неважно 20 30 40 50 60 вам вот и вы все и вас действительно вы не становится наш вас будет прессовать бабуля дедуля мама папа дети может быть да если уже повзрослели уже наоборот в другую сторону даже уже воздвигается дети выросли дети вы боитесь будет прессовать не поймут там что-то тоже начнут если вы только поэтому творите зло самое настоящее злодеяние убиваете и причиняете боль эксплуатируете животных то что ответите за все свои дела все это просто так вы будете там вы будете вечно с таким своим родственниками более того как я говорю если в этом мире очень хорошо от всего зла очень часто ограждаемся человек человек очень легко запирать свою коробочку и скотобойник где-то далеко там за бетонными стенами ну ладно что же да для меня теплая подушка важнее до мир с родственниками да и можно там скотину резать целыми днями вот более того вы в ответе не только за себя когда вы сами творите зло вы другим чего показываете пример потому что если вы стали на ворот вот светом вот другим засияли возможно так дальше дальше по цепочке кто-то из ваших родственник наш хочешь не хочет и становишься светильником просто даже не участвуя в зле в любом а уж если ты еще потом голос свой возвесишь это еще по-другому может результаты дать вот так вот поэтому конечно же что касается родственников причем это не важно мужа жены теперь до коснемся это вообще не родственники по крови вы сами выбрали вы когда там брак заключали очень хорошее слово до заведомо негодное действие делали негодную форму входили в бракованную вот но пусть даже в этом когда-то брак заключали и может даже перед этим друг другу в любви признавались любой говорит о том что вы друг другу обещали не делать зла и сколько можно делать добра поэтому бояться мужу или жене сказать что я вот узнал вот такую истину во первых поговорить вообще говорите о чем у каждого до свои интересы и вот ты где-то узнала подруга друг в информации в интернете там кого ты там смотришь или мужчин или женщинам и вот узнал до интересовалась может истины религиями может вообще другими сферами узнала про своего друга про блогера может он там и гаражом занимается сваркой но он веган оказался может какой-то ролик записал решила бог на сердце он положил о веганстве ты как его подписчик узнал тоже заинтересовался что да как да он там о любви рассказал поэтому веган сам когда-то узнал и ты решил если вы мужем женой не говорите о таких вещах о ваших внутренней жизни переживаниях если вся ваша жизнь супружеской свелась к ешь пей веселись душа моя там детей вырастить опять тогда это вообще не аргумент тогда вообще как если вам уже настолько насрать если вы там у вас никакой любви на самом деле нету то больше или меньше уже какая радость и строй не общаетесь цветом работа ужин в разных комнатах каждый со своим телефоном или ноутбуком то дачи чуть терять какой опять может быть аргумент хорошо у вас нормальные отношения более-менее да там вы делитесь не только что кто купил что кто поел ничего как на работе до делиться и внутренним мировоззрением что познание истины идет каждый человек если вы поделились и он вдруг заявляет на вас ультиматум порабощая вас ни у кого не у мужа над женой не у жены над мужем нет никакого господства они равны бог разделял мужчин человека хотите трансгендера как это любит говорить да он их не вот так разделяла вот так вот в районе было заповеди господствовать после разделения мужчины над женщин они были разделены горизонтально они абсолютно равны они точно такие же и не я пестика тычинка выпуклость и вогнутость но они одинаковые ныне никак не переверни он одинаковый здесь даже может показаться что здесь мужчина или сверху значок можно вертикально горизонтально то переверни ровно стоимость получишь все наоборот уже вы точно также свою мужу если он у вас будет или же не заставлять до не становиться веганами про противостоять этому вы ему прямо может предъявить в том что он вас не любит это ваш личный выбор вы поженившись обещали любить друг друга не насиловать если вот так спокойно не можете муж женой поговорить у кого-то какие-то изменения в жизни да кто-то к чему-то стремится к что-то идет снова узнал да вы же не сможешь поженились после школы как одни из моих разных там тоже сверстников ровесников да это разные люди ты в 16 ты в 40 особенность у тебя мозгов хоть чуть-чуть прибавилось это разные люди в 20 в 30 разный человек в 30 40 ты разный человек конечно никто этому не учить не рассказывает вот так же никто своих детей не способен воспитать тоже сами истинно не знают ни в каких вопросах и в этих и в отношениях скоро у меня ролики я буду выпускать по семье по детям по этим отношениям сами не знают истин поэтому сами в несчастье живут и мы своих детей несчастными делаем ничего не понимаем рассказываем сказки про ромео джульетта до во лжи их действительно рожаем и всю жизнь во лжи они вырастают и потом это ложь им по лбу все время реалиями жизнями истинный бьет уж истина то что есть а это все сказки про мужа главу семьи прочую дребедень блевотину сами живем в этом аду и детей и весь мир в этой блевотине барахтается задыхаясь если вы если ваш муж или жена ультимативным там любыми вариантами или потом за это будет прессовать издеваться насмехаться на тем что вы станете идейным веганом по любви к животным по морали к хотите по этике какие угодно по доброте слова употребляйте здесь они все имеют анонимичное значение предъявляйте ему или ей за любовь что вы не любите вся боязнь опять чисто по плоти сохранить брак зачем он нужен зачем жить с человеком если он вас не любит это про и и во первых сто процентов проявлялась сюда не бывает бац ни с того ни с сего это будет проявляться после это как раз лишний раз тем более вы прекрасно понялись вы действительно по настоящему осознали там почему ощутили бог вам открылся это любовью раскрылся вас до увидели все эти зверства которые с животным делаем под задумались об этом ходили там с детьми в эти цирки тупые да и все бог вам открывается вас просветляет вы все понимаете как вы можете отречься от этого отвернуться от бога от истины от любви вы ничего хорошего не пожнете свою жизнь вам это все вернется еще в десять раз потом это обязательно потому что вы не поняли школы жизни любви который бог вам открылся да через те же сам конь проповедник или еще по ним поймете по-другому ты считаешь как мы детей воспитывающим пряником не понимают палкой потом все то же самое но нет другого способа ты все на себе испытаешься то же самое что делаешь другим не важно людям животным все тебя аукнется фашисты придут будете говно жрать день в подвале будь черобами все будь с вами тоже самое что вы делаете другими в этой жизни так следующее не в следующей так вечный и следующая метод временный до их следующий время и значит и вечно и будете все получать на себе испытывать ровно тоже делать и другими пока не поймете в небесное царство войти в том состоянии невозможно каком бы вот и все поэтому с мужем женой еще все проще и еще все проще вообще друг другу никто вы добровольно добровольно вас никто замуж или там но из вас насильно там опять все законы жизни просто нарушенность вас насильно там выдали или еще что-то похитили поработили я не знаю где там выдали где-то на востоке против воли неизвестно за кого нет берем добровольный вот вы решили там вместе жить детей рожать разделяйте радости горести если вы к мужу жене под одеялом высказывайте свои все душевные переживания вам просто плюет в душу и что что тут сказать то да я вас там вообще есть какая-то любовь это на серьезнейший веган стоит на серьезнейший вопрос это одна очень крупный сторон истины всеобщей любви у нас на земле не так много групп крупных поделить это растение природный мир животный мир и человеческий мир ангелов мы не видим да все ну и бог который всячески во всем любя все ты любишь бога а кричать на всех углах что любишь бога ненавидя все его творение его всячески во всем проявляемым это себе только дороже на голову уголь и собирать вот и все вот вам не есть что сказать задумайтесь что это за отношения серьезнейший вопрос вопрос о любви любовь она никого ни на когда никогда не делит ни на кого не возраст и маленький большой не пол не социальные не животные растительный человек а на не делит она вообще не стать как не горит он ты же человека с животным сравнился растений вообще не сравниваю это вообще не вес и любовь она никого ни на что не делят она никого ни с чем не сравнивает, она просто любит. Естественно, если у вас сердце затрепетало, открылось, вас потянуло к этому веганству, задумайтесь, есть ли у вашего мужа любовь или жены к вам и ко всему мирозданию. А если он не любит животных, он не любит и вас. Ваш союз – это просто выгодная жизнь, вот и все. Кто-то чего-то договорил, с детей надо родить. Настоящей любви в сердце этого человека нет. Она не раскрылась. Да, мы все созданы из любви и в любовь вернемся когда-нибудь. Но сегодня он ей, обладая свободой выбора между добром и злом, противится. И вы, кстати, от этого тоже хапните, рано или поздно. Все то, что вы сегодня слушаете, ой, да нет, или вот там старичками, да вроде умерли, они не познали истинной любви. И они все равно хапнут от этого. Это то же самое, знаете, из тех же самых ответов на вопрос, почему столько зла, почему не все злодеи. Тут же по шапке в этой жизни тогда, если Бог есть, да, где справедливость, почему злодеи торжествуют. Это все то же самое. Да вы не видите, кто там, где что торжествует. Вам только по телевизору, прости, его картинку показали, что он там миллиардов воровал. Все он хапнет. Все. Абсолютно все. И все добро всегда вознаградится. Пусть не в этой жизни временной. У вечной точно. Эти люди когда-нибудь попадут в то место, где такие же, как они. Там будет настолько вечное удовольствие, потому что мы себе даже мира не можем представить, где нету страданий, слез, где светлые души, которых закон жизни даже перед лицом смерти не сделает никому зла. Сколько можно сделать добра, пожертвовать даже своей жизнью, здоровью. Мы себе представить такой мир не можем. Полной любви. Природы к человеку. Растений, животных, которые просто готовы от человека задушить своей любовью. И людей. И люди будут в таком мире. Достойные люди. Не потому что Бог будет достоинство определять, прощать там кому-то. Нет, они сами достигнут этого достоинства. Они станут такими. Они там и соберутся. Бог лишь отделяет одних от других. Для воспитания, как мы людей в тюрьмы якобы изолируем от общества. То же самое. Бог только разделяет. Причем разделяет по любви же. Ты же говоришь, это хорошо, то, что я делаю, добро. Ну так и будь с этим добром. С такими же, как ты. Убийцами, трупожорами. Будь. Они тебя сожрут. Я надеюсь, здесь все понятно по поводу семьи. Ну и еще берем дальних родственников. У меня реальный случай был. Мне рассказывала, да, моя подписчица. Мы общались. Можно сказать, подруга. Но мы после этого вообще перестали общаться. Она рассказала мне случай, как она, когда родственники всем кагалам заявились. Да, она на всех трупятины наготовила. Я после этого даже общаться не стал. Порвал общение. Ну, сейчас могу переписываться, но отношения холодные. И она же, и как и другие тоже, это она не единственная такая, ребенка своего взрослого кормит трупятиной. И таких у меня не она одна была. По поводу детей. Это вообще тоже караул. Караул в плане мировоззрения. Вот мы поговорили. Одно дело дети. Так, по поводу дальних родственников все понятно, да? Тут вообще, слушайте, какие дальние родственники. Ты что с ними? Раз в год встречаешься? Я, кстати, да, я все-таки этот случай тоже пожую. Я хочу большие ролики записать, чтобы уже на эту тему почти все обговорить, чтобы никаких вопросов не было. Кому интересно, тот посмотрит. И я говорю, слушай, у тебя такой повод был попроповедовать. Хотя бы молча. Ты любишь готовить. Вкусно готовишь, ты рассказывал. Уже сколько она времени долго была, уже веганом достаточно. Уже что-то там делала, уже могла сколько узнать. Почему такой повод был приготовить им? Действительно, вот хотя бы как я... Против этого я всегда говорю, я ничего не имею. Пожалуйста, приготовь им вот эти имитации этих труппажорских блюд. Потому что они же естественны. Причем у них каких-то там красителей, подбрызгивателей. Нет, правда, там чечевительные котлеты не хуже этого. Всего там мясных те же самых. Сделай как там эти рецепты все. У тебя был прекрасный повод накрыть им и показать им хотя бы вот, как я говорю, да. Со здоровьем это отдельное. Ну, я не тема. Самая моя одна из больных, вы знаете. Я говорю, это все так себе. А вот вкусовые, да. Вот ради разового. Ну, хорошо, можно. Я об этом в прошлых видео помню про скудную пищу. Мы все это говорили. И более того, даже в отдельный ролик все-таки вторую, последнюю часть, полролика выделил. Почему веганы имитируют эти. Да, я согласен. Раз, два, три. Вот так дальним родственникам. Как проповедь, как повод. Можно было приготовить. Если уж ты прям так. А я бы этого, может, не готовил бы. Ну, сейчас-то я этого не делал. Я имею в виду, если бы даже там была какая-то возможность. Да. Хотя, может быть, даже я бы тоже делал. Я рассказывал. Я не против какую-нибудь игру. Кафе, может, там открыт. Я об этом, кто помнит. Я обо всем этом говорил, да. Если это вообще где-то большой город там. Да. То есть, как замануха. И вот потом. Рассказывать. Про здоровье играть тут не путайте. Здоровье может обратную сыграть. Не может. А я уверен, что она и играет. И видел это не раз в интернете. Да. В реальных у меня, может, такого тоже прям не было. Ну, потому что кто меня окружает. Все пришли в основном, кто через меня особенно. Все пришли через любовь. И кого я даже встречал не через себя. Но встречал вот таких идейных веганов. А по здоровью это все аукается. Это я вижу в общем. Знаете, каких там известных музыкантах. И они отваливаются потом спокойненько. И заболятчик. И все. Врачи переубеждают в оконцовке. Родственники. Это все. А по поводу еды. Это может хоть до конца жизни. Я об этом сегодня просто говорить. Я повторяюсь. Не люблю. Это действительно растягиваю уже ролик. Что просто у настоящего вегана. Своей семье. Если он будет полностью веганский. Или с друзьями это готовить. В этом мире идет ассоциация просто у тебя. Вот и все. Но ради трупажоров можно это делать. Ну если у кого-то нет такой ассоциации. Да пожалуйста. Конечно. Дон. Какая разница. Вы же правда из настоящих продуктов. Из растительных делаете. И они правда так и пахнут. Я рассказывал. Что у меня базилик фиолетовый. Который я люблю. Действительно тоже вызывает. Особенно. Чуть переборщишь. Прям. В какую-нибудь рагу. Прям такой вкус. Как будто мясом отдает. Вот реально. Может и опять. Может это только у меня такое ощущение. Базилик. Мы же не знаем кто как это все воспринимает. Может мы по-разному один и тот же запах воспринимаем. Сронить даже бесполезным. То есть вы поняли о чем я. И вот я тогда. Я вообще. Я так ее и не понял. Я говорю. Слушай. Как на такое можно было вообще пойти. То есть это обычное. Это жополистство своим родственникам. Это обычный страх перед своими. Вот этой какой-то родней там. Или друзьями. Здесь я уже дальний родственник. Я еще не понимаю. Неужели там к дальним родственникам какое-то прям супер чувство. Это по сути нам чужие люди. Мы их видим. Вот сейчас о друзей. Перейдем уже плавненько переходим. Просто о детях я забыл получается сказать. Поговорили о детях к родителям. Теперь наоборот. А дальние родственники это как друзья. Я не знаю. Ну видите хоть. Да пусть там в одном селе живете. Вся ваша действительно жизнь. Вот как я про это. Это все в основном к столу сводится. Ну или там поможете когда 10 рублей даст или это. Если ты действительно познал истину. Если по-настоящему познал. И Бог в твоем сердце раскрылся. Особенно зачастую вот именно еще и эти люди. Кто через меня вот. А это кстати. Да. Через меня пришла подруга-то. Да. Еще и верующая. Еще и приняла все это. Истину в плане там. Вроде как от религии отвалилось все. И в Бога верят. И в промысел его. В любовь. В чем проблема? Бог тебя не оставит. Из-за чего? Что? Какие страхи между родними может быть? Если ты познала любовь. Так свети своим близким. Тебе лет-то сколько? Пол жизни. Помните как в этом-то? В русском фильме в каком? Бриллиантовая рука ли это? Большая часть жизни что-то и прожито. Ты жена моя, мать моих детей. Я уж не помню с какого где-то. Бриллианты, не бриллианты. Не суть. Важно. У меня вот такие случаи. Причем это тоже уже наше общение было. Ни день, ни два. Около года, наверное, тогда. То есть все это абсолютно ни в коем случае такого делать нельзя. Загляните в себя. Я говорю, во-первых, признаете себе, вы не веганы. Другой у меня есть тут. Маму кормят там веган якобы. Престарелый. Из недавних моих появившихся. Нет. У нас сразу с ним за это жесткий разговор был. Я этого не понимаю. Я сейчас к себе, вы скажете, а сам-то ты. Ну, кто знает, уже знает. Кто нет, расскажу. Пусть я не сразу шел к ультиматумам в плане проповеди. Да, сейчас я об этом буду говорить. Оставим это напоследок. Но уж участие, это было изначально. Не творение зла, да. Это обязательно. Поэтому по поводу дальних родственников. Как бы вы там. Я говорю, там какая-то должна быть крайнесть. И то все это у взрослого человека с тем. Вообще, если вам какой-то даже дальний родственник, потом как-нибудь. Вы там не знаете, что зависит, как от него должны зависеть. Ну, пусть вы как-то там зависите. Очень, может быть, с чем-то он там, не знаю, с работой помохали, зависит, не знаю. Если вам кто-то будет за любовь, за истину предъявлять или ультиматум ставить, если вы выберете не истины, вы об этом пожалеете. Я никогда не пугаю. Я вам говорю правду. Я из любви вас предостерегаю. Потому что вы получите тот урок жизни, которого заслужите. Потому что Бог есть любовь. Как любые родители воспитывают своих детей, так и Бог нас воспитывает и учит. Не наказывает. Нет, воспитывает. Раз вы не понимаете нормальные законы жизни, с родственником что нельзя поговорить, какое это отношение имеет вообще. Почему ты меня на зло толкаешь, даже помогая мне. Для меня это зло. И вы должны понять, что они должны встать на вашу. Истина на вашей стороне. Они вынуждены согласиться с вами. А если нет, вы должны пострадать. Что бы вас в жизни это как бы там не ущемляло. Это выбор. Это выбор. Иисус сказал прекрасные слова. Он сказал, что есть истинная жизнь. Поэтому, когда он говорит фразой «Кто меня постыдит, с того я постыжусь». Я говорю, всегда подставляйте в «я», когда вы Евангелие читаете, истина, любовь, добро, бессмертие, свободу. Кто от этого постыбится или отречется, сказал, от того я отрекусь. Опять это просто слова. Это значит, что Иисус такой плохой. Нет, вы просто не сможете быть рядом там. Вы не такие. Вы будьте с такими же. Лихаимцами, подлизами, жаполизами, трусами. Вы же сами исповедуете своей жизнью, делами. Что вы такие. Вы и с такими будете. И поймете, когда все такие. Как это дерьмово жить с такими в таком обществе. Вот так вот. По поводу детей, слушайте. Тут еще, короче, уж что тут разжевывать. Это ваши дети. До 10 лет, сколько там, 12, ну, разный уровень, там, может, какие-нибудь дети индига и то, тем более. Дети изначально действительно уж точно более светлые. Мы все говорим, какой ангелок родился. Так вы этого ангелочка просто не портите. От вас много не требуется, как в раю от первого человека. Зла хотя бы не творите. Так своему ребенку зла хотя бы не творите. Я что-то не помню. Я такой на своем встречал веку, что мне бы веган говорил, что, а как же я буду детей. Нет, это помог, что их убеждали. А, кстати, про эту подругу-то. Сын-то у нее, подросток, там, 14 или сколько лет. И вот она тоже там трупятиной кормит. А, ну вот мы к этому идем. Ну, давайте с маленьких, да. По поводу маленьких. До тех пор, пока он еще вам не задает таких совсем уж умных вопросов, да. Тем более, вы мультики про зверей, все это. Мы, казалось бы, детей воспитываем в любви к животным. Домашних животных заводим. Ну, веганы не должны этого делать. Если только вы реально не решили приют сделать. Приют. Это огромная разница. Не когда вы у разводчиков покупаете, а когда вы уже выкинутых на обочину жизни животных спасаете, да. Это огромная разница. Если вы решили приют, даже в доме, пусть это мини, ну, пусть вы подобрали эту кошку, да. Вот, и то, как подобрали. Они спокойно без нас живут, даже те, что мы живем. Короче, вы спасли кого-то. Реально в нужде, да. Вот, вылечили там. И то, не пробощайте ее. Дверь всегда открытая. Хочет, что идет, хочет, нет. Вот. То, пожалуйста. Вот. Тем более, я не знаю, в квартирах все это, это вообще все неестественно. Вот. Вот, поэтому, уж тут-то что. Если вы веганы, самый идейный веган и верите в то, что трюпятин или продукты животного происхождения, без них там не будет здоровья вашего ребенка, ну, вы никакой не веган. Я вообще не знаю, как вы тогда сами веганы. Это для меня это и для нормального человека, допознавшись, это будет аологичность, это будет антиномия, это будет когнитивный диссонанс просто. То есть, ты считаешь, что Бог так придумал, что даже и мироздание так устроено, что ты бедный, несчастный сам, вроде даже из любви к животным не убиваешь их, но ради животного идешь на задний двор и проламываешь череп корови, чтобы накормить своего дитя. Это, конечно, вообще шиза-то, да. Я даже вам сказать больше ничего не могу. У вас что-то явно нарушено и с умовым мышлением, никакой логики, никакого понимания. Ну, и с сердцем. Это, я говорю, сейчас все опять за скотобойню. Вы пошли, заплатили, якобы все хорошо. Мы не слышим криков, не видим страданий, не ощущаем боли, да. И все у нас, мы спим спокойно. А сами бы вы как это делали, расскажите мне, пожалуйста. Вот. И поэтому, когда уже взрослые дети, и пусть вы сами виноваты в этом, что вы сами их вырастили в этом, до какого-то такого... И потом есть переходный момент, да, вот начинается, уже все осознанно идет, уже ребенок одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И в этот как раз нежный период уже духовного созревания вашего чада, человека, да, который был нам Богом в заботе и попечении верен. Для того, чтобы мы тоже кое-чему научили. В этот период, конечно, просрали, и ничего хорошего из него не вырастили, в том числе не вырастили в нем, и не привили ему любовь к животным. И сами наступили на свои грабли, а сами, познав, вот так совпало, Бог все вам устроил. В таком возрасте познали, что у вас еще дети вот такие вот, да, уже приближаются к взрослой жизни, к самостоятельной, к свободной, к совершеннолетней, там тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать пошло. Здесь пусть уже он еще не свободен, как мы говорили по плоти, но он уже все-таки по духу-то свободен, вот, все-таки он вам может сказать, да, а я вот не хочу, вот что мне эта подруга говорит, да, а сын, говорит, а я как, без котлетки, без этого уже сын ей это говорит, да, как трупожор самый закоренелый, да, а там бабушки подкармливают, еще это, я говорю, ну пусть тогда у бабушек кормится. Твое дело, что? И я говорю, слушайте, как всю жизнь было, я вот почему-то у всех нормальных детей так и воспитываю, тарелку поставили на стол, хочешь ешь, хочешь не ешь. Поэтому это не любовь. Когда мне рассказывают, да я из любви, ну как я сына не покормлю? Нет, ты покормила сына. Я говорю, начни, тем более вначале, я не против, пожалуйста, никто не будет против. Делай имитации все эти трупожорских, да, хоть сосиски, хоть что там эти делай веганские, вот, все эти торты, под торты. Потом уж это как желание, если есть всю жизнь желание-то готовить, ну готовь на здоровье, нет. Переходи плавно на это. Это никакая не любовь. Я говорю, забудьте, если вы о себе мните, что вы там якобы это любите, детей там вот так, вот вы так поступаете, вы не любите. Ни их, ни себя, ни животных. Вы не любите вообще никого. Это не христолюб говорит. Не надо мне ничего предъявлять. Я говорю вам просто правду, которую вам неприятно слышать, вот и все. Это правда. Это не я говорю. Это я просто констатирую факт, вот и все. Если не я, кто вам скажет об этом, никто, вы будете хорошо потихонечку катиться в ад. И все вас устраивает. И я как раз из любви к вам констатирую факт вашей жизни, да. Вот и все. Вы не любите вообще никого. Ни себя, ни своего ребенка, ни животного. Ну а уж когда вырастали, мы уж об этом поговорили с той планки. Тут уже все. Воздействие, конечно, не можете. Но как минимум, я говорю, сами, конечно, вы стоите в истине. Повлиять на них вы уже не можете. Вы свое время просрали. Что теперь сказать-то? Кусайте локти, как Иисус говорил. Что еще можно сказать-то? Так, получается, мы о родственниках все зафиксировали. Ну, вроде да. Или я что-то хотел. Ну да, переходим к друзьям. По поводу друзей. Как-то это все свел... Ну, в принципе, по поводу фильмов-то я сказал. Он как раз закончил тоже друзьям. Покажите. Слушайте, ну, по поводу просвещения-то хорошо. Ну, если так звучит прям просвещение... Ну, это как бы выражается. Это я не то, что прям с ним спорю. Вот. Ну, понятно, что если это друзья, вы и так общаетесь. Это общение. С родственниками, с родителями, с детьми. Это общение. Если у вас нет общения, если вы не можете на такие темы даже просто поговорить. Высказать, что у вас наболело, что вы узнали. Да. У вас что-то меняется в жизни. Отношение к жизни. Какое-то мировоззрение. Если вы не можете об этом поговорить, обсудить, спокойно. Если ваши друзья над вами насмехаются, вас унижают, подкалывают. Это ваши друзья? Что такое друг? Дружба – это любовь. Она единственным, чем отличается от так называемой сексуальной любви, вот именно наличием сексуального акта между друзьями. Потому что муж и жена вообще тоже должны быть друзьями. Если они не друзья, это не муж и жена. У них все что угодно, только не любовь. Потому что самая настоящая единственная любовь в мире – это дружба. А между супругами, это дружеская любовь, еще и просто параллельно идет. Просто с возможностью еще телесных удовольствий получения. Там поцелуев, сексуального акта посредством удовольствия. Все. Она ничем от дружбы не отличается. Если у вас нет дружбы между мужем и женой, у вас нет любви. Потому что слово именно это и обозначает. Слов у нас много придумали, да. Только об их сущности забывают. Поэтому если вы со своими друзьями поговорили, они вас не понимают, а они вам нужны. Человек, способный отрубить коровью голову, завтра отрубит ее вам. Это очень важно. Человек, способный отрубить, беззащитный. Уровень развития животных по интеллектуальным – это пятилетний ребенок. Максимум, да. Посмотрите, я всем говорю, на собаку. Я так открыл его так на своего хозяина. Это ребенок. Такая же корова, такая же овечка. Это дети. Убийство животных – это убийство детей. Ну, или немощных, кого угодно, стариков. Ну, детей – самый лучший образ, потому что они такими и являются. Все. Это уровень детей. Пятилетних. Человек, способный убить пятилетнего ребенка, вы для него кто? У него вообще не преграда. Завтра они превращаются в так называемых, все любят это слово, фашисты, в крайней степени ненависти к человеку. Это от убийства животного или пятилетнего ребенка до убийства взрослого человека, который уже в своей жизни кучи говна делает. Может быть, делает даже тебе, ты ему просто не нравишься. Завтра он тебе точно так же. Он сделает с тобой все, что угодно. Уж про мелкие предательства или еще что-то стоит ли вообще говорить. Если у него рука поднимается, а отрубить беззащитному ребенку и животному голову, жестоко забить его до смерти, содрать с него шкуру, рать свои шапочки, отобрать у матери корову-теленка и зарезать его. Вам нужны такие друзья? Это друзья? Вам нужны такие друзья? Друзья – это любовь. Любовь подразумевает веру, уверенность, доверие. Потому что этот человек никогда не сделает тебе зла. Этот человек за тебя жизнь положит. Нет больше той любви, как Иисус говорил, как если кто. Даже жизнь свою отдаст, защищая другого. Этот отдаст? Нет. Он забирает эти жизни целыми днями. Просто вот так. По щелчку пальца и у него гамбургер лежит на столе. Щелчок пальца и у него стакан молока. А там убитый теленок и слезы коровы-матери. У него по щелчку пальца яйцо на столе. А там пережравшая, неспособная к прогулкам курица с переломанными ногами и отобранными яйцами. И вся жизнь в неволе. Вам нужны такие друзья? Это друзья? Нет. Дружба, потому что это любовь. Вы, поговорив об этом с своими друзьями, они там начали. По поводу насмешки, я говорю, то есть уже за сам факт я вообще молчу. Если к вам ваши какие-то друзья, иногда их называют там приятелями, это как бы чуть поменьше. Кто-то вам в ответ вообще смеется, за спину. Вы таким человеком, вы такого всякого другом называете? Я тогда что-то не понимаю, наверное. Хорошо, такого они не делают. Вы спокойно разговариваете, слушаете, общаетесь. Делитесь своими мыслями. Вечером кто что там позвонили. Неважно, это вот отроческая дружба, юношеская, зрелых уже людей, взрослых людей. Вот таких, как я или еще престарелых людей. Вы там дружите с соседкой, бабушкой, дедушкой. Ты узнал это, пусть под старость. Ты говоришь, вот так вот. Представляешь, мы всю жизнь там уж сами убивали, а я тут все, у меня сердце разрывается. Если даже она говорит, нет, вам открывается сердце другого человека. Иисус сказал, судите дерево по плоду или человека по поступкам. Вот и все. Разве, говорит, он худое дерево приносит, плод добрый или наоборот? Нет. От избытка сердца, говорят, уста и дела человека проявляют его внутренний мир. Поэтому стоит ли вообще об этом говорить? Жизнь вот такая. Или вот такая. Это даже при условии, что вы естественным способом 80, 70, а с чего 70, как в Писании написано, проживете. Это вот столько. А в мироздании это вообще ничего, ноль. В вечности. То есть при условии, что вы вообще завтра туда не пойдете. Мы все ходим, как говорят, под Богом. Ты завтра можешь просто не ставь в кровать. Тромбы отваливаются уже в моем только окружении. Я уже слышу постоянно. У меня там родственник или знакомый, друг, 30, 32, 27, 25. Я что-то не слышал уже. Инфаркт и сердце останавливаются. 35, 37, 40. Пожалуйста. Сердце там, тромбы. Чего только нет. Вчера спал, все. С утра лежит труп на кровати. Шевелишь. Реальный случай с жизнью тоже. Делится, рассказывает. Так что о какой-то дружбе может вообще идти речь, когда вопрос идет об ужасных убийствах и насилии живых существ. О чем вообще разговор? Причем опять, сейчас пока ведем еще планку, не забывайте о пассивном веганстве. О том, что вы. Поэтому если вас за это будет насмехаться над вами, то же самое насмехаться, что там, одно дело, добро посмеяться. Какой-нибудь даже вы там юбку или штаны или майку одели. Или прическу себе решили сделать. Женщина или мужчина. Или сережку повесить. Бывает над другом по-доброму. Шутим. Может даже желают человеку добра, чтобы он досними это. Ну что ты на себя как-то помойку надел? И он понимает, для него важно, в принципе, что друг так думает, а тут он и доверяет. Ну может правда. Это не желание зла. А то, что у нас вызывает что-то смех, мы же всегда чувствуем, это добрый смех или нет. В принципе, можно сказать, слушай, ходи как хочешь, но по мне так это ужасно. То есть это дружеское мнение, это нормально. И оно ни на что не влияет. Красота. Всегда говорил и буду говорить до последних дней, что никогда не путайте творчество и добро, красоту и добро. Творчество, красота, она не хороша, не плоха. Это субъективные понятия. А добро, истина, это объективное, то, что есть, существует. Это закон нашего блага бытия. Вот так вот. Поэтому вы не путайте эти даже вопросы. И то. Это я аналогию провожу точно так же и там. Но если над красотой, над творчеством можно и посмеяться, и пошутить, и поскобрезничать друг над другом в дружеской компании, да, то эти вопросы, я уж много раз говорил, я всему своему окружению сразу дал понять, что вопросы их истины, какой-то там черный юмор, насмешки, хихиканье, махание руками. Для меня это неприемлемые вещи. Вот так вот. Поэтому по поводу друзей. И тут хоть сутерию, Эд много говорил, вот он прям написал, что действительно в наше время дружеские и прияльские отношения часто выстраиваются вокруг еды. Вы знаете, действительно так. Ладно, там дружба вот именно детства, дружба, юношество, пусть даже еще институт там какой-то такой. После того, как люди там женятся, замуж выходят, вся дружба сводится к чему? Вот, правда, к столу. Именно поэтому, может быть, те же самых друзей так начинают бесить, то, что вы становитесь веганами. Потому что это разорвет вашу последнюю так называемую цепочку. Потому что все, что вас связывает, это их бог чрева, а не мыслить о земном. Все. Это просто стол. Все. Вылип там шашлычки, выезды на природу, домашние сабанту или там в кафе куда-то. Вот, все, все сводится только к этому. У вас нет ничего общего больше. Вы ничем не занимаетесь, вы живете каждую свою семейную жизнь, у вас разные профессии, разные работы. Живете вы теперь не на одном районе, гуляет весь район, гуляет вся школа. Живете вы чуть ли не в разных городах, может уже даже вплоть. Да даже достаточно разных районов в большом городе, где вы по спальным районам, где могли купить все квартирки, теперь обитаете. И вы не встречаетесь у подъезда попить пивка после института. Нет. Все. Вся ваша жизнь, вот раз в сто лет, даже тут я употребил напитки, да, или еду как угодно. Поесть, попить. Но вы это уже делаете крайне редко. Я говорю, вы знаете, без такой дружбы в жизни, ради истины, можно спокойно прожить. Более того, когда ты станешь веганом, ну найдутся у тебя как раз другие друзья. Ты же будешь где-то, ты же начнешь искать все равно. Ходить по другим заведениям. Да. Смотреть другой контент, находить другое общество, естественно. Потому что у этого контакта свои подписчики. Ты будешь ходить в другие заведения, в другие кафе, посещать другие выставки, другие мероприятия. Найдешь ты себе таких же друзей, веганов, только теперь и все. Это раз будет проблема. А друзья детства, знаете, нам надо тоже, мы выросли в это какой-то иллюзии, там не предают или самые верные. Ну, мне ли вам рассказывать. Да. Друзья детства, ты дружил с ним в 10 лет, у вас были одни интересы. Это я тоже сам про семью, про мужа, жену вам уже сказал. Вы все это не хуже меня знаете. Может, вы с ним и пережили и 12, и 13, и 16 лет, может, даже 18, и 20 лет не расстались, пережили эти моменты жизни. Ну, все ли друзья детства, во-первых, вспомните, с кем вы там в школе дружили, сейчас вы даже там, наверное, до института дотянули. Нет, точно так же это. Это не повод от того, что вы прошли там школу, да, и дальше продолжать из-за чего-то дружбу, если вас ничего не связывает. Там институт даже прошли, или даже после еще много лет. И тут вот такой вопрос стал. Все, что человеку важно в этой жизни, в пространственном, временном измерении, в котором мы живем, в этой школе жизни, познания истины, которая есть в бессмертии, свободе и любви, это выбор этой истины, и в жизни согласие с ней. Потому что, живя по этому закону, и только возможно всеобщее благо бытие. Если вы желаете себе и окружающим, вы его должны выбрать первыми, несмотря, а не последними. А, когда все выберут, тогда я подключусь. Нет, так все будут думать, это закон жизни, закон мировоззрения, ведущий в погибель. Ты сегодня должен стать этим. Тогда, если так думая каждый, тогда это вектор направления в то, что все такими станут. Вектор направления мысли, я когда все стану, все так думают, и никто никогда не становится. Мицемир катится в ад. Вот так вот. Я добавил там себе пунктик. Здесь про друзей, по-моему, я все, потому что это все снова к еде тоже свел, да. По поводу шуток я тоже сказал. Огромное влияние, ттт. Ну, давайте, да, друзья, родственники прошли. Работа. Начальник и подчиненный. И то, не то, что вы там начальник или подчиненный, ну, можно и так даже смотреть. Ну, тут опять все проще, да. По поводу, ну, давайте какие рассмотрим сразу ситуации. Я подчиненный, да, со своими подчиненными. Ну, тут опять, ну, кто вам может взрослому человеку, зарабатывающим, имеющим свой кров, пусть даже зарабатывающий в этой организации, но способными уволиться, мы увольняемся порой за разных причин. И поменьше, да, чем веганство. Вот, кто вам мешает сменить, даже если надо, работу будет, да. Вот. Но по поводу этих сотрудников, с которыми вы якобы там, может быть, да, чаек попиваете только в обедный перерыв, вот и все. И что вас связывает пару с ней? Там, может быть, конечно, ваши друзья, может, все это обговорили, да, может, вы там с кем-то или сдружились за годы, там еще не важно, новые друзья. Но эти люди не имеют над вами, опять мы берем никакой власти, допустим, не имеют по плоти, значит, они по духу тем более не имеют права на это претендовать. Если кто-то вдруг на вашу свободу посигнул, вам с таким человеком не по пути, если вы хотите в жизни достигнуть истины. Вы никогда ее не достигнете, делая зло, которое вам навязывают другие. Вы можете только достигнуть истины, делая добро, которое Бог вам открывает в сердце, по мере вашего желания познания истины. Поэтому тут вообще чего говорить? Кто-то там над вами смеется или еще что-то. Какое вам до этого вообще дело? Если вы начальник, тут вообще все проще, что-то даже разговаривать нечего. Да кто вам что скажет? Никто ничего не скажет. По поводу, если ты, если ты нет, сейчас еще одну тему, это если ты, и если вдруг, тебя вернее начальник прессует, вдруг ты узнал начальник и начальник, вообще его твоя жизнь, питание никак не должно касаться. Но вдруг такое случается. Может и он вот психанутый, может небольшая компания какая-нибудь, он говорит, слушай, ты тут будешь мне тут, я услышал ты вегана, я веганов ненавижу, я трупожор, шашлык там, да, может он хочет тебя просто сломать, может такой псих у тебя был, ты как-то там работал. Вот, уйдите. Можно всегда найти работу. Уж может вас в это потянуло, пойдете куда-нибудь и веганскую вообще среду устроитесь, кафе, рестораны, производство, да, мероприятия, все что угодно, там тоже сверх полно, да, приюты и так далее. Можете свое организуете, кому-то прилипните, пожалуйста. Ну или просто смените работу, ну если у вас, на чем уж он, если он такое, скорее всего у вас там и работа была, не райская в смысле, вот этих всего, значит он вообще конченый идиот, он вам нужен, найдите работу, работа полна, всегда было бы желание. Никогда на чашу весов с истиной ничего не ложите, а все что у вас лежит, никогда пусть это у вас не перевешивает, иначе вы ничего в этой жизни хорошего не получите, ни в этой, ни в вечности, а все это хлебанете дерьмо, которое вас перевесило, оно и перевесит у вас на чашу весов истины, вечного суда. Вот, и по полу, теперь как раз переходим плавно к той вещи, что, я говорю, мы же убираем активизм, мы сейчас говорим вообще о пассивном, то есть ты не должен каждому начальнику что-то, и вообще мы сейчас разбираем случай, что в принципе все, что мы разобрали, вы никому ничего не убеждаете пока, вы не активничаете, вы просто говорите, я вот такой стал, да, вы просто о себе заявляете. Никому вы, кроме как, да, ты мне глаза режешь, там своими фиолетовыми волосами, вам ничего предъявить не могут, да, но ты имеешь право красить свои волосы в какой угодно цвет, и те, кто так утверждает, эти люди вне истины, да, ни у кого нет права на чужую свободу. И плавно переходим вообще к окружающим людям, и получается, я так понимаю, переходим к активизму. Ты, допустим, становишься активистом, и мы сейчас от обратной пойдем цепочками, и как раз ко мне подойдем, я своим опытом поделюсь быстренько, постараюсь. Уже полтора часа, на два часа получится видео, да, наверное, а может и побольше. Переходим к активизму. Да, может ты стал свидетельствовать, ты готов даже в контру, в какую-то войти, это в любом случае будет контраст, и ты начнешь ярко светить, свидетельствовать об истине, говорить людям правду, конечно, тебя будут не любить, тебя будут ненавидеть, ухмыляться, подставлять, все что угодно делать. Ну, если ты готов, если ты уже дорос до активизма, до жертвенной любви, а это именно тебя на активизм по-настоящему будет толкать именно жертвенная любовь к людям, то есть ущерб себе, вот ты будешь им благовествовать творить добро говорить добро добре облегчая их это же любовь на обличая зло в мире в частности в тех кто делает не абстрактно об этом говоря прямо в лицо ты убийца из касается того же самого веганство да и стоишь то ворует на работе должен прямо говорить вот он вор или ты вор ему в лицо я с тобой воровать не буду боль то я тебя сдам из ты еще раз я увижу своими глазами потому что что он ворует вешают на вас на всех ты проявляешь любовь и к нему и ко всем остальным и к начальнику и подчиненным то что все что он своровал всегда раскидывается на всех вот поэтому по поводу активизма даже если вы активничаете и вот тут начальник да это не значит что вы всем действительно это опять вот тут заметит не то что от христалюп опять там что-то деле для сам-то может да я познал истину я сам рамки ставлю но я не лукавлю и ты можешь заранее оговоришь у кому-то показалось здесь опять срабатывает как мы видите изначально принципе котором поговорили зависимости не то что это прям чаши весов вот да выбери жизнь или умри из голода то что мы с вами видим что и себя посты мы сами выросли когда-то вот возьмите диск этот зависишь по плоти от родителей действительно бог не ставит такую ситуацию и здесь пока ты зависим бог тебе ничего не спросит более того ты же не участвуешь опять запомните это вещи вам как бы предъявить нечего в царстве небесном будьте люди которые первое сами не творят зло когда вы родственникам приготовили вы сотворили зло вы пошли на заднем дворе убили эту корову пусть сами потом это трупятин не жали не путайте эти вещи и когда ты не творишь зло но ты и не можешь сотворить много блага потому что от кого-то зависим невозможно впихнуть в стакан который полон и поэтому конечно работа ты можешь подчиненным с которыми тебя ничего вообще-то никак они они не с причиной со своими одинаковыми работниками там своим напарником со своим сменщиком может быть да вы там обычно когда смены передают я же работала вам рассказывал на всех завозов ты можешь проповедовать обычно в момент там выше сидеть некоторое время передаете аж помню что такое смены да вот ты можешь нибудь вот достаточно таких контрах да он не он тебя нанимал он на тебя не уволит ничего можете как подставить там еще что-то потом тоже через работу через рабочих других сам как-то подначальника подвести но прямого не на теле ничего не действует ему спокойно свидетельствуешь да вот вам живой пример в любой уже мастер цеха ты уже у него власть там еще выше начальных ты еще до вплоть до увольнения и поэтому тут вы поймите ты действительно свободен от того что ты не всем на свете благовествуешь иисус нас учил и сам он поступал по прекрасному принципу не бросайте жемчуг перед свиньями и не бросайте святыню псам как бы они не развернулись и не растерзали вас очень важный и понятный принцип жизни жемчуг свиньям просто не нужны ставишь человеку это не надо можешь не напрягаться это очень важно жемчуг свиньям там образ и смысл иисус говорил именно об этом и он сам этим занимался же жемчуг свиньям не нужны нужны там желуди еда любая и жемчугом зачем это это образ и святыню псам бешеным да если ты видишь человек неадекват бесполезно с ним да здесь тоже самое поэтому что на начальник это живой пример я почему с него плавно перехожу и все остальные случайны посторонние люди вашей жизни вы в какую-то организацию заходите да что там себе свет в дом подключить газ там не знаю в поликлинику вы куда-то идете в какое-то учреждение любую не знаю парикмахеру конечно вы по ситуации вот именно можете заговорить о себе засвидеть рассказать может вас с вашим парикмахером к дружеские отношения разговорные я люблю поболтать тоже бывает ну принц то что я проповедник еще и к этому ну и так принц всегда был достаточно общительный все равно хотя я и замкнут и общительный одновременно это как все в человеке тут по сути по ситуации просто поэтому нам кажется мы разные да нет вот и конечно же где ты можешь где есть возможность где ситуация этому способствует да ты сколько можешь творишь добра ты же не участвуешь с ним в зле ты же не ему скалой пойди мне там курочку купе ты же не покупать я не пойду если не участвуешь тут вопрос меры добра вот от нулевой планки ты уже за эту перешел ты в раю ты не творишь зла чего должен был делать первый человек а сколько ты сделаешь добра в этой жизни порой его невозможно сделать и можно сделать тому что кто хочет его если он не хочет я всякий пример привожу вы знаете когда уж прям ненавидит человека даже если ему будешь целовать и он и отойди от меня все это ему не нужен уже это очень важно вот это то же самое поэтому конечно я тоже не захожу в каждую организацию с ноги там в дверь да мне там надо мне надо что-то от этой организации я завишу от нее потому что она монополия на всем пример привожу недавно тут газ в дом провожу где теперь живу да ну что я должен в год там и так проблемы были там дурдом потому что ты именно там вот такие сидят зачастую и монополия да ты зависишь а как ты еще газ проведешь ну и ты не заходишь ты же не проповедовал пришел на самом деле ты пришел туда по газу если ты пришел да это разные вещи параллельно ты с кем-то говоришься об этом я для того и те же сам татуировки все делаю всем сто раз рассказывал готовься на лбу уже написать же проповедник истины лишь бы повод был поговорить с человеком вот пассивное мое пассивный активизм даже есть такой ведь можно даже это так скажем совместить любые надписи у вас на майках на куртках игру на машинах музыка я еду в машине подвозил тут не раз бывает там до села везешь с райцентра а у меня там что я пью что я ем для кого не секрет да мне там и веганский рэпчик и еще что играет я еще и волюн чеку накачу погромче звучку прибавлю вот проповедь пытаюсь засветить хоть как-то да вот поэтому по поводу активизма которым переходим не путайте здесь на вас нет греха нам хотелось бы да не путайте опять действительно когда бог тебя облегчает в сердце и правильное самоукорение себя в грехе и желание стать цветы это одно как по-настоящему участвуешь но в творении когда ты себя бывает это уже дьявол тебе там тут как говорят сидят на плече до ангелочки вот тебе уже зло и начинает тебя наоборот во что в уныние вгонять вот и не все сделал да не всех накормил голодных на планете это все у каждого свой путь иисус тоже не всех накормил не везде проповедовал да и совсем это дело недолго не бежал в каждый дом вот это важно понимать жизнь вечная длинная все человечество живет и все когда-нибудь познают поэтому уровень творения зла добра не надеюсь тем конечно отдельные ролики но ведь я не могу остановиться считаю не всегда желание вот опять этот идеализм каждый ролик сделать полноценным чтобы казалось бы человек попал случайно этот видео узнал столько всего о любви свободе бессмертии да об истине здесь мы перешли в принципе мы и закончили плавно вот от того опять даже каких начальников зависишь это опять плотская зависимость все попадаете опять в эту роль или актерскую сцену как угодно завить этой школы жизни театральную до нашу это детей и родители опять попадаешь пятилетний в девятилетний возраст когда ты родить все то же самое то что начальник вам такой же кусок хлеба дает может как квартиру что я плачу за счет зарплаты до крыша над головой вот эти вещи не путайте это это распространяется только на ваш активизм если с родителями это еще и на пассивизм то есть ты даже порой стать веганом не можешь действительно там 13 лет не будьте опрессовать то здесь это вообще уже мы перешли это на активизм просто такой же схеме распространяется пассивно когда-то уже взрослый создательщик ты все-таки можешь эту работу родители не выберешь других никто тебе не пойдет ты не в один приют не возьмут так скажем официально плюш какую службу жаловаться да я хочу быть вверх ну может быть человечество дорастет да это что в 13 лет можно будет и выявить свое желание стать веганом и да если родители будет против какую службу типа ювенальной юстиции пожаловать сказать вот родители не опрессует а я хочу это был кстати я хоть против там ювенальной юстиции в той какой она по всем странам во многом шагает вот но вот такой бы вариант был бы не по неплохо то что это выбор истины добра любви действительно вот и у родителей было бы тогда мысля может уйти да может пойти в приют или куда-то упримут в другую семью к веганам определят а он видите как у принципиальный 14 лет мне тут заявляет либо так либо я да было бы неплохо было бы неплохо уже раз он это умовой свободы обладает родители конечно я сейчас скажу родителям может такие вдруг есть хотя получается у меня веганы слушать но вот на все что я детям бы сказал и просто надежда что у вас такая страна да потому что если у вас нормальные родители они поймут раз вы до этого умом доросли они должны дать вам свободу начал уже до этой свободы доросли вы же самостоятельно принимает решение значит они вам должны этому ребенку вы если я к родителям обращаюсь или вам если я к детям сейчас подросткам обращаюсь они должны конечно вам дать эту свободу же значит вы доросли если у тебя в голове даже это возникло по природе значит умные родители поймут все вот бог я уже не могу значит я ему буду уже веганская чем он хочет подавать и даже не тоже подавать и прессовать не имеешь права говорить можете спокойно пытаться дебаты вести да может быть он будет вас одно там ролики вы ему другое но должны дать свободу так должно быть по-хорошему но действительно родители могут направить вот господ как и в семье муж жену мы с вами об этом говорили поступать это неправильно да в принципе вот то что я сказал по родителям детям то подросткам тоже подходит сказать родителям что если у меня любите как вы меня прессуете я вот дошел до этого я страдаю я поняла это животное страдает я фильм посмотрел я на скотобойню может съездил с активистами да я офигела что вы меня любите все в чем проблем единственного знаете это как вот в религиозной среде как говорят новоначально бог всегда помогает я действительно во что верю то что если вот подросток так будет делать и даже как родители зовет ну хорошо ладно ну смотри вот там заболеешь никуда там не пойдем я верю что бог ничего страшного ребенка там кроме какой-то сопливого насморка на пару дней действительно так подкрепит что он может вообще болеть не будет хоть я не за веганство по здоровью да но я верю что бог так все управит что этот подросток веган будет своим родителям бельмом на глазу и действительно будет свидетельствовать об истине и не будет не болеть там ну или про элементарными вещами это в таком возрасте он уже сам уж спокойно уже есть по лесу муж сам сказать к врачу если учет на там где-то прищемило насколько я помню в 13 я очень взрослый был но это уже мои сверстники мы уже в девятом 10 11 за ручку с маме нет пусть и точнее взрослая поликлиника детская находишь ты уже сам взрослый человек родители работают после школы берешь его на обычно всегда поликлиника в двух шагах в чем проблема сходил там записался к любому врачу поднялся зубной там или еще ну зубные вообще к веганство никакого я все равно могут проблемы быть так что вот так вот вот кстати можешь начали я не ответила сейчас но просто тут гарантии нету это ты опять попытки в принципе об этом и отписал там говорить все это рассказывать сейчас мы еще не закончили не учесть один абзац по сути то что я уже говорю как вывод он тоже скажет но я еще дополним так что вот так вот а по поводу уже активизма со внешним это тоже сколько можете конечно конечно в жизни нас стремится если вас любовь чем больше будет открываться будет естественно происходить всем вообще проповедь и вот это вот свидетельства об истине проповедания истины активизм это для вас и для другого должно лишь быть священную на сколько в к тебе раскрывается жертвенная любовь насколько в тебе раскрывается божественная природа истинной уходят страхи потому что конечно же это сопряжено жертвенная любовь congestion о страданиями ты в себе поборол страхи даже страданий у тебя она раскрывается поэтому посмотрите на себя если вы не проявляете а любовь к людям раскрывается тут все завязано все в одном букете все по цепочке любовь к животным да ты и пропаешь ли к людям значит любишь и людей и животных страдаешь за это тебе жертвенная любовь к людям проявляется божественная любовь готовы даже вот такое так ну и давайте зачитаем вегана так она называется главное не сдаваться я их просто по абзацам так делил ну тут такой у меня пост вы ведь вы верите даже если это означает остаться в одиночестве go веган так например вы сказали что хотите стать веганом но вам не разрешилась семья главное не сдаваться да я уже озвучил если ваши друзья поначалу стали насмехаться над вами ну про насмехаться что сказал может тогда с этими друзьями в кавычках уже лучше расстаться то да просто не сдавайтесь и продолжайте выйти верным себе и я обещаю вам что рано или поздно отношение к вам переменится к тому же вас никто не заставит есть то что вы не хотите но об этом уже вот поговорили да если вы живете с родителем хотели стать веганом но родители вам не позволяет но опять возвращаемся к теме вы делать просто делайте все возможное чтобы питаться растительной пищей делайте все возможно чтобы просвещать свою семью вопросах веганство старайтесь избегать споров вооружитесь знаниями достоверными научными исследованиями ну действительно так надо почему я все это ролик пишу надо узнавать ваши ответы от более острого и вежественного ума будут все более более на кого-то влиять это действительно так так и как и и как только родные будут задавать вам предсказуемые уже для вас вопросы вы сможете отвечать на них спокойно уважительным образом не переходя на личности нам нужно учиться вести дискуссии основываясь на знаниях они спорят с людьми не оскорблять их поэтому продолжайте идти вперед и главное не расстраивайтесь если ваши друзья и родные не хотят становиться веганами здесь я с этом согласен ну по поводу там его я видел выступление все подобных активистов и про себя сейчас буду говорить не путайте повышение голоса там она никак не говорит когда вы с людьми все-таки дискутирует это естественно начинается выделяться адреналин поэтому конечно это говорит не об этом да но он сам заводился на улице его труппажора заводили но я глядя на то и на эти видео я меду я понимаю что в рамках все это да вот разговор на повышенных голосах в общественном месте там у него были шум где у дороги нормально по поводу личности то же самое да все игры слушать такие слова как труппажор убийца человекообразный даже да потому что это не человек человек был создан в раю и у нас на человеком потому что он должен был не творить зла падальщики да я говорю когда вопрос нам что я хищник это не обзывание это не переход на личности это это отдавание определения тем событиям что происходит это убийство то начинает там как только это гуманный забой нет ты берешь и крыш ты убийца пошты убиваешь есть понятное слово лишение жизни это убийство еще другие слова придумывать всему же всем этим деянием данное определение вот это очень важно понимать да поэтому когда со мной там на смотрят мои какие беседы вы по вы вдумайтесь и посмотрите и присмотреть внимательно как я себе виду нет я не не позволяю себе я не называю неизвестно кого там в интернете уродом да ты урод труппажор но я не знаю урод он или нет а может он даже красавица ли она я там вижу по анкете это есть переход на личности на оскорбление становитесь так если ваши друзья роды нехлезно и сверху сразу становитесь веганом сами чтобы жить в соответствии с базовыми морально-этическими ценностями ну или скажу с законом любви до миролюбием состраданием и ненасилием по отношению ко всем живым существам на этой планете становитесь веганами если вы поняли что это правильно что только так вы сможете жить по совести если вы чувствуете что это ваше моральное обязательство я вам обещаю что рано или поздно ваши друзья и родные начнут уважать ваш выбор и возможно в будущем они тоже станут веганами так что даже несмотря на то что друзья и родные могут не поддержать вас а это на самом деле сложная ситуация если вам страшно пробовать это не может служить достаточно моральным оправданием того чтобы продолжать участвовать в эксплуатации животных мы должны стать примером веганского образа жизни примером светить как я другими словами все выражать но сделать это мы можем только сами будучи веганами надо быть первопроходцами я уже об этом тоже говорил да мировоззрение я последние или я первый и показать людям что веганская еда доступна и вкусная и питательная в общем то обо всем об этом мы с вами уже поговорили так чтением поставили жирную запятую и разбираем с вами последнюю обо мне любимым и о том что я хочу сказать по поводу еще раз активизма уже ну его так скажем радикальным ультимативным таком проявлении да твердым такую картиночку взял это событие эпизод из жизни иисуса да где даже когда он там проповедовал посторонним людям в каком-то доме пришли там его родственники мама даже там было да и он произнес когда ему сказали эти человек там он тебя там ждут он посмотрев и обозрев всех кто сел вокруг при живой ты матери в дверях братьях сестрах и друзьях он сказал вот мать там тебя зовет сестры братья он сказал посмотрев на все сказал матерь моя и братья мои и сестры мои те кто исполняет волю волю божьей заповеди божьей заповеди любви это очень важно до этого надо дорасти каждому так начал прочитаю потому что просто свободной форме поговорю ну и будем заканчивать бояться этого аргумента оправдания не стоит ибо как в споре никто сразу 200 килограмм сейчас я уже говорю а вот вот этом вот что я аргумент я уже подразумевая оправдание что вот это кстати о том о чем я сейчас зачитал вам это высшая степень понять в жизни что я я не два вплоть единутому жена не я там вечный раб своих родителей так как я родился в царстве небесном я тоже буду их сыночком нет я и отдельная личность образ и подобие бога я не мужчина не женщина не раб не свободный да я просто есть я свободен я бессмертен и я есть абсолютная любовь все и все мы одинаковые в этом плане абсолютно мы разные в плане красоты проявления творчества но в этом плане бог не изменит природы бытия это надо понимать нет ни у кого из нас никаких не родители нет никаких у нас рабов детей которых мы для себя вырастили как игрушки не мы лишь свой посоучаствовали в школе некой жизни познать что такой бог отец бог родитель бог мать как угодно да что такое дать жизнь дать знание но когда вырастет личность если с ней на одну планку из когда растут ваши дети а вы должны умаляться плане внутреннем духовном да вы должны стать на одном уровне с ним все этого не делаете если ваши родительские дочерние сыновья как правило сказать детские отношения не входят в планку дружбы равенство если родители над вами возмешаются или вы себе якобы перед родителями там до сих пор делаете вид что вы их не там дети в 30-40 лет вот вы не достигли просто это вот это не царство небесное они там вы здесь вот дружба иисус так и говорил своим ученикам на прощальном ужине не называю вас даже рабами то что все звали господин господь учитель ведь называю вас друзьями потому что сказал вам все ваше дело только стать такими вот так вот поэтому это это самая высшая планка и до нее должны достигнуть все люди на земле только при этом условии опять возможно царство небесной любви и блага бытия где все равны где все равны абсолютно мы все разные но мы все равны в плане вот вопросы истины в природе бытия боятся этого аргумента теперь уже я говорю не о том даже аргументе просто родственники а вот даже вот это что я типа не достигну не стоит я пишу ибо как в споре никто сразу в спорте а я в спорте написал никто сразу 200 килограмм там жимом лежа никогда не поднимет так радикальным ультимативным активистам сразу тоже не становится здесь тоже аналогия я кстати вспоминаю помните что и в вопросах куда девать всех сельхоз животных если завтра все станут веганами да и в разных вопросах вы помните аргументах это такую логику применял мне она тоже очень понравилось прилипло вот я уж не помню в каких там помните еще что-то было подобно если завтра весь мир куда-то ну помните куда девать эти кок разоряться все сельхоз эти животные вернее животноводческие фермы так далее я правильно говорил ничего этого можно конечно в теории опять этими абстрактными якобы вопросами задаваться якобы раз на них нет ответа то и не надо ничего делать но в реальности никто завтра весь мир веганским не станет это процессы постепенно вы еще будете не один год а может десяток лет долбить вот именно своих родственников друзей и знакомых окружающих соседей окружающий мир и один в миллион лет будет кто-то становиться веганом так что все это скабрезный просто глупый чисто теоретические вопросы вот в реальности такого не происходит здесь тоже самое никто сразу думать что ты вот не достигнешь этого и поэтому я не должен становиться веганом или активистом сейчас мы об активизме больше говорим да я говорю что то же самое но ведь этот момент никто ведь этот момент никогда не произойдет только постепенно так что так и со стойкостью жизни в истине живой пример еще все кто проходил путь познания истины кому открывалась там любовь истина это называют в религиях там в мировоззрениях периода миниофитства когда человек вот вот только там готов всем узнал что бог если бы всем рассказывать там до принял иисус или еще что то такое все помнят что прекрасно тогда они действительно говорили на праве овечек они лишь бежали все домой и с кем-то близким делились как как мы все люди делимся с тем кто с любящим их и нам хочется поделиться чем-то таким дорогим сокровенным добрым ты премию получил друзьям звонишь пошли отмечать да или там в семью пришел да здесь тоже самое все кто и проходил те все помнят и на праве овечки начинаешь совсем просто делиться единственное там да и обычно тебя по башке сразу стучат куда тебя на небо понесло на святости к истине мир лежит во зле вот иди к разбьют по голове и ты задалбливаешься это нормально ты еще действительно неофит ребеночек духовный ты только встал на пусть кого-то конечно задалбливать это как иисус и рассказывал да друзья враги даже домашний человеку а семени которые заглушают все эти заботы а родня такое друзьях и таких кстати вы видите на иисус могу ссылаться как христианин постоянно при всех этих подобных вопросах да вот такие враги да и что иисус говорил я пришел принести не мирно разделение я опять себя называл истиной истины будет разделять пошло будет не понимать друг друга конечно можете придуриваться там и делать вид что у вас все хорошо хотя у вас внутренний конфликт энергетически он так и будет он знает кто вы как вы мыслите да как у меня пожалуйста я могу тоже уж прямо он не хочет надо закроем темно он знаешь меня блок не дай бог иногда включает все его там распирать начинаем так что и здесь тоже самое да все это сразу не происходит это в любом случае происходит постепенно все это знает духовный возраст происходит точно так же как и природные не сразу мы рождаемся вот такими вот билдами ребята и девчата из чрева матерей своих да здесь то же самое и обучение не сразу становится профессорами для того чтобы сказать со христом что братья сестры даже мать моя только те кто живет по западе нужно еще дорасти тут я еще пишу пока у меня под вопросом последний уровень истинный он вообще да даже не приходить туда где при тебе будут есть не по бегу но сейчас я все это пожую немножко имеется ввиду близкие люди внешне нуждаются в проповеди пример гарриеровский ну о чем я хочу еще раз поговорить рассказав и свою жизнь своей жизни кратко правда чё я во первых я просто скажу по поводу внутренней природы еще раз это же все страхи в основном страхи или вот это вот джаполиство это все не любовь лицемерие подхлебательство да все это лизоблюдство много есть разных слов понять описывающих какие-то природу или прямо проявление природы человека жизни да есть разные слова у меня конечно в жизни с этим минимум было да я в школе был не то что я был самым младшим и рассказывал класс моего 82 года были даже 81 был с 83 единственные я и по по телесному отставал даже от ребят получается все уже вырастали я ниже уж не говоря про девочек там да то есть девочки тоже с 81 даже были вот хотя у меня есть с 81 но она 81 сам настоящий 81 зимняя поэтому у нас год разницы смотря на двухлетнюю по по годам но по природе это год получает то что я января на февраль я 83 на 81 все то же самое ой нет сестрой как раз 81 2 да все строй как раз два года у меня разница вот года 8183 так как мы оба зимники январь февраль у нас сам настоящие два года разница те кто в моем классе были это в основном все если назвать их зимниками но другого года то есть декабрь там ноябрь в основном то есть нас по сути разница вы поняли у них 81 декабрь кто 82 целый год проходит 83 я 3 января родился нас разница год мне многие друзья все кто в классе были они 13 декабря 15 там 20 вот ну так чисто формально да и я конечно был помоложе вот но при этом никто мне я кто знает что такое школа до прессинги все тоже компахи там какие-то тоже все эти я что физически я особо ни с кем прям не дрался тогда я тоже там и даже засту если уж был я помню пирас это я заступался тоже всегда во мне это вот было я всегда как бы ставил себя я не был и супер каким-то авторитетом до школьного пг или еще что-то как-то в каких-то молодежных фильмах показывает то есть меня все уважали может сказать так сейчас этим словом вырызгали школе это неприменимо но вы поняли на чем я да то есть конечно меня с этим проблем не было вот ну и школы такие уж прям понять у пг я не знает где дети вообще вырастали каких-то ужасных условиях взрослых так скажем жизни техни побоях не знаете домах там нам все это раньше приходит ну конечно класса да вот и как игру восьмого девятого для до 13 12 тысяч такая такие это отношение чисто интуитивны но у меня проблем не было что там надо мной смеялся унижал оскорблял хотя у меня по жизни были у меня какие хронические болячки на них никто не знал это конечно личная данная даже не знаю как сравнивать каких-то внешних уродств или психологических психических отклонений ниже не было поэтому я каких-то издевательств не терпел на другими никогда не терпел сам не участвовал вот то есть уже такое конечно природа было это уже не это заслуги прошлой жизни да уже ты таким перерождаешься вот а вот конечно уже в школе когда тоже уже взрослый вот возьмите уже когда уже у нас какие-то авторитеты появляются внешние взрослые кумиры какие-то там вот эти кино спорта мы сами для друга кто-то начинает уже занимать какие-то уже начинает какие-то более группировочки посерьезнее да возьмите восьмой девятый старшеклассники вот там уже конечно я в лидер я тогда никогда не бился как-то меня это меня на отталкивал от какая-то ответственность понимали что все равно каждый свободен да и он под тобой можешь совершить все что угодно на фига мне за него лямку тянуть как в этом плане я всегда был лидером я всякий где надо это помощь и заступничество даже вот за это то есть я хороший зам в этом плане всегда был нам так вот больше да вот хотя одна из самых неблагодарных до должности в работе тебя во все щели имеет начальство ты страдаешь за плохих работников и вот я всегда как бы не был конечно не причин каких-то а там тоже уже подростковые идут те же самые издевательства насмешки все же на x умножается с рождения до смерти вот но если в детстве это что-то такое бывает порой внешние и дурачество это еще ребячество как говорят те могут закиты глупости но еще дети да как говорят тоже во взрослые ту же уже юношество это уже за что-то тебе могут серьезно это скажем предъявлять уже по-другому тебя могут унижать оскорблять вот конечно у меня с этим проблем не было я всегда был такой свободный независимый мне было как и всем город тогда насрать что обо мне думает вот это вот вам не был уже тогда прям с детства есть уже с прошлой жизни на опять же тоже я когда-то таким стал если вы не такие вам надо тататься стать таким это это одно из самых важных условий познания истины это вот это бесстрашие это независимость свобода ты вот именно независимость элементарно чужого мнения пару людей я вот сейчас встречаю взрослый человеком в два раза 100 некоторые старше 60 лет мне и вот он прям трясется что они там кто подумают сосед я группа на автобусе москва-воронеж образно говоря да который он может один раз в жизни ты видит в этой да это вот очень важно и конечно с этим никогда проблем не было поэтому я жил и делал вообще все чего хочу не был до фонаря чё обо мне кто думает вот ближе к теме к веганству уж сегодня сузим конечно не обо всех кто мой жизнь захочет узнать есть у меня полно роликов я себе все это подробно более-менее рассказываю от рождения до сегодня до сих пор как говорится если что-то важное расскажу поделюсь ну и по поводу веганство естественно я когда господь не открылся кто знает веганство и практически сразу тоже потом принял вот сейчас весь этот путь не буду рассказывать естественно все как было в моей жизни везде я делал что хочу и как хочу и никому не позволял такими вещами издеваться или что-то меня еще не дай бог прессовать это все себе дороже то есть с ко мне с миром пусть даже непонимание ну я тоже даю четкий ответ простой понятный стараюсь да вот а таких вещей конечно со мной никогда не было если у кого-то есть я просто хочу сказать не бойтесь даже если у вас есть какие-то ущемления что по природе там природные люмовые никогда не позволяйте никому над собой там не издеваться ничего чтобы вам этого не стоило всегда есть выход выход просто вообще зачем общаться с такими людьми я тут не понимаю на какой-то этой работе быть ну и плюс вы сами это позволяет вам другую работу поменять если вы это останетесь тем же да на одной работе тяжело быть нам как иисус говорил нет пророка без чести раздок в отечество своем и родственник своих тут-то вы вечно уж повязаны там да там тяжелый случай но действительно зачем вам ну смените работы жилье если вы там где-нибудь в селе живете тяжело можно свою жизнь можно поменять более того вы же сами счастливы станет но если вам там там отморозки одни живут во всех пониманиях люди которые издеваются над другими что нехорошего вот поэтому тут вам надо просто сами меняться вот я такой и такой я не потому что бог мне такой дал значит я с течением своих земных жизней таким стал поэтому мы все должны такими стать поэтому упорство в этих вопросах первое в том что ты просто это 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 вы должны первое бороться за свою свободу в жизни как вы будете потом выбирать веганство не ведь если вы не способны или на кого-то скидывайте вину за свой выбор меня прессуют мне не дали или вот вам не страхи я боюсь вы на кого-то скидывать вину вы не свободны вас нет природы божьей нет природы бытия это только вы внешне все скидывайте отмазываетесь природа ваша не меняется и вы как говорю языком вашего уровня получит то что вы достойны хотя вы этими являетесь не то что получите вы сейчас получать это в любом случае вся наша природа она проявляется в жизни или любых других людей все это вот так состыковывается в событиях как-то вас будет окружать такие же люди вы будете с вами быть поступать то есть так же как вы а это будет естественно то что с другим не можете и вы будете возмущаться недовольны что с вами поступать но вы это такие же вас такие же трусы будет окружать подобное соединяется с подобным чтобы с ним соединиться надо стать этим подобным вот поэтому по себе скажу чё у меня конечно проще вот у меня никогда в мире не было понятий крови родители дети друзья родственники там работодатель или подчиненный мне всегда был человек я с начальниками общаюсь спокойно вася петя его зовут дмитрий николаевич м где мог где мог как я уже сказал да у меня есть случая понимаю что он не поймет и я конечно если вижу на кабинете в организации впервые в жизни захожу написано там на иванов иван иванович ну я так и обращаюсь конечно смерть такой тупой придумали эти выкани иван иванович эти всякие ну там ты я уже вам объяснил активизм вот который да но там где я хоть как-то я не свободен хотя ведь моя планка порой даже я завишу отчасти от этого работа но я себя изначально поставил так что он от меня по сути зависит что я свободен я не боюсь потерять работу он сам меня пригласил это он должен бояться меня потерять конечно меня всякое в жизни бывал я уже вам еще раз объяснил если у вас будут такие внутренние тоже дьявольский бесовский вас смущать от того чтобы не все в мире супермен не все добро сделали от этого отодвиньте это не мысли не от света а действительно где вы можете и в эту планку должны себе поднимать пытаться анализировать да здесь я сам сдулся или я мог да или я вот как я вам расскажу я понимаю ну и друге в организацию ну и дзуб лечить что теперь обязательно стоматолога вегана обратить не обратишь ты будешь вегана стоматолога искать миллион лет не найдешь или там любого другого врача ты едешь ты вы найдете веганскую лавку где в деревне не овощи покупайте даже овощные ласки лавки кто содержит их содержит труппажоры да просто бизнес ничего личного ты у них покупаешь что теперь делать вы научитесь распределять если откроете свое сердце полноте истины вот поэтому уже все по полочке только свои просто пример рассказывай говорю я я я что я вот это все исполняю я мог это сразу говорить да потому что я конкретный даже случай вам ну и привожу а честь не привожу вот я больше хочу конечно же подвести к родственникам особенно кровным родственник но я не зря вам сказал что у меня в понимании не существует не мама не папа более того на ихнюю беду я им это по образу иисус озвучил да и мама это не смогла принять 10 лет мы не общаемся с сестрой я не общаюсь по этой же причине папа мой очень либеральный как бы ценит свободу к сожалению только почему-то не всех тех самых животных да почему сразу эта свобода стал до лампочки но людскую свободу ну так цен поэтому мы с ним до сих пор кто знает все года что я в поисках истины и в духовном и в телесном смысле бродил по нашей земле вот мы плохо хорошо общались хотя игры тут просто я же не говорю целый ролик о папе говорит затронут только вопрос веганства ну и вопрос истины кто знает даже тут у меня тоже были вот опять я кратко постараюсь рассказать уже и так вы устали я тоже дом я новый вот мы там да и отец мне помог его купить я просто относился к нему к тому что я конечно же сам не потребляю опять же в его доме он там что-то есть я же не могу ему сказать ему даже ему даже в доме в его когда жил кто знает недавно такой период был он сам не просил когда бабушка еще была жива ему тоже было плохо по здоровью чтобы я за ними он за бабушка смотрит ухаживает но на всякий случай чтобы я был рядом я год прожил в воронеже якобы за ним присматриваю так моя помощь и не понадобилось но вот я провел в воронеже в квартире который ненавижу эти города миллионники хоть там и вырос но опять же не по своей же воли ну бабушка вот пошла в новый мир как раз продал тот дом в пузе у бог так все правило и папа продал эту комнату в которой они выросли это его в принципе комната не жили в коммуналке всю жизнь в одной комнате с мамой вот и он мне как бы отдал там ну как на жилье отдал купи какой жилье не просрать их понятно квартиры сказал покупать конечно не буду она мне нафиг не нужно что буду так и дальше где-то в деревне жить ну и как раз дом в пузе у продал удачная выставлял в течение года все совпало вот на эти деньги я пытаюсь тут в коршево обосноваться дать что-то купил пытаюсь тут строится потихоньку эти деньги вот и так как как бы все таки я все равно чувствую что как бы вроде бы хотел мне по сути же отдал эти деньги ну как бы на жилье на 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 недвижимость да чтобы я как-то крыша стены головой обрел вот я ему сам предлагал давай как бы вместе что ты будешь участвовать или какие-то вложения хочу все-таки думал какой-то экобио веган ферму сделать что-то такое но и думаю пока дам ты просто и родовая ничего все равно конечно не за ним как бы дохаживать если он не против да то я узнаю как он там жить у меня тоже были такие не то что из этих условий что это его и мою ему что конечно я все горел что здесь конечно у меня ультиматум я сам не ем я естественно это ни в каком виде не признаю и на моей территории да естественно этого нет я поставил ультиматум друзьям всем кому угодно ким случайным кто-то приему хочет приехать естественно моей территории чужой монастырь своим уставом не хоть на моем в моем монастыре едят только веганская пищу да от меня точно также открестились и даже друзья не ездит вот о чем сегодня говорили да то все к столу свелось а раз такой стол то я им прямо говорил они мне звонили когда даже уже здесь вот в корше его слушай друг имена не буду их перечисляли ну так скажу таких не нами он нет чтобы никому не было прямо сказано вас васильев друзей печет не помнишь бы рвать если для тебя вот один день никого-то не убить я им прямо дайте слова чтобы они их резали как и всем говорили развитие один день не убить там животные настолько высшие перевешивать чашу весов чем нам с тобой встретиться когда мы до с первого класса как в бригаде говорили вместе да не хочешь не приезжай я страдать не будет он даву чё-то завелся там не убей не убивай верно чё как с кем-то подольше получалось поговорить и полчаса разговаривали тем так что вот так двое приезжали но вместе но вот приняли тогда и потом серёга и вот он еще потом приезжает потом приезжал среднем там приедет на пару часов тут 100 километров от воронежа видимо в пузово ко мне никто не ездил сюда есть ну тут мы уже не едим тогда перестанье с саньком приезжали мы ели тут везде ну на один день опять же без ночевки но мы кушали тогда то что они пораньше приехали до вечера сидели на речку мы ездили поэтому был стол но не все им сказал они все приняли понавезли всего веганского ничего не питались духом святым красотой природы я там приготовил салатиков ну и понавезли всего игры все осталось дыни арбузы фрукты овощи с испугу понавезли столько что я еще неделю потом ел две это все у меня уже голос садится больше двух часов у меня всегда голос садится когда говорю и вот они вот он как бы да это единственное кто и с отцом я единственное я всем говорил я не скрывают игру ну отец трупятина первый год он не ездил я сам тут все когда купил он первую зимну можно сказать полгода до с осени по весну то есть сам все отопление делал ну а вот в этом году с весны по осенью ездил две через две недели тут он на меня ну и я говорил что как бы к отцу у меня никто что мой отец а потому что это его дом ну я так относился еще пытался что-то себя переубедить что все таки это его эти как бы деньги я как бы сам предлагаю давай вот сейчас пристройку сделаем там будет ком-то живи ну и как бы если ты его все как его могу ограничить да то есть не то что он отец смотришь его дом еще во деньги вы можете с другом домов полно кто знает селах на две вот так семьи и каждая живет семья к хочет да то есть общежительный тип мы с ним об этом говорили но рю даже в той же его квартира я к родительскому имуществу я тоже относился не наши даже не мое а их не это всегда так было поэтому я в его доме ему даже мозг не мог выносить ну так у нас уже там были пару жестких даже таких разговоров но они даже последний жесткий состоялись когда я уже все уже я поехал выбирать покупать когда бабушка умерла ну и мы с ним напоследок потому что я поднимал вопрос ты вообще хочешь как давать что-то с жильем потому что этих денег намного не хватит в доме построить все давай как-то если хочешь вместе вот вот так все это было но прошел вот он тут лето все это весь теплый сезон пробыл помогал нам много что сделали ну концовки меня бомбануло да ну тут на фоне истины всей но из-за веганство и в общем где он поставил ультиматум что больше уже и у тебя никаких не будет но опять все одно с другой цеплялась вот я хотя я рассказываю специально этих подробностях то есть я ему говорю и слушай а он все все это время мне не надо вот ты сам вот у меня квартиры от мое до воронежа твою и когда у меня об этом полтора года говорил я говорю хорошо ты не был я принял все это мое а раз это мое то будь любезен на моей территории вести себя по-моему я на твоей виду себя как ты говоришь опять же зло ты мне не можешь заставить творить то есть я там не жру трупятину да вот но я не могу тебе сказать что там холодильник холодильник забит всем этим дерьмом вот но я говорю хорошо это мое я понял тебе ничего не надо ты своей жизнью живешь я как всегда пытался найти какие-то общие интересы людей когда их ничего не связывайте отчета до вплоть до того ведь самое важное что люди связывают последний стол нас за что он все за счет это делать тогда я им сказал что на моей территории тогда никакие ничего подобного больше не будет я не могу заставить тебя быть веганом до взрослого человека но здесь положить тебе грань что на моей территории да я не хочу чтобы больше это видеть в холодильнике я не хочу этот запах этот чувствовать вонь эту чувствует да когда ты готовишь поэтому хочешь нет питаться будешь на моей территории если когда-нибудь приедешь еще там у нас за общую истину звук зашел все это за любовь к людям и вот так вот вот мой пример то есть по сути но опять же я ничего такого я до этого давно достиг знаете хоть сказать или меня никто и кто ты что ж вот не ко всему ну да не ко всему а сразу но вы знаете с одной стороны это было всегда я больше признаю помните я рассказывал как раз косяк тоже вот этот в православии вот когда тоже вот это кого хочешь есть только короче хочешь есть что к человека не ешь и вот у меня был такой косяк и грех я скажу что я поддавшись этому идиотству в православии как эти монахи там якобы тоже писали то есть я мог я вот как раз к тому друг который не приехал в этом году я я именно не называю конечно я думал о определенных людях я помню как раз в пять лет но сейчас уже больше вот они меня позвали я как-то воронеж мы много лет не видишь когда его все как блуждал там но потом я воронеж стал заезжать периодически не он как приезжай в гости супруга была беременна уже почти рожала я помню ехала через пару дней родила вот не ужин приготовили в таком узком кругу я и они хотя мы с ним так ну и дружим ну как мы здесь мы с первого класса нас разные бригады разные районы немножко думай с ним со школы всю школу вместе вот и мы тогда посидели я им все засвидетельствовал они знали что я они это что сидишь ешь я много раз рассказывал кто знает но в этом ролике повторюсь я вот им тогда вот я просто я искренне в это верил я принял я просто опять ему говорю я сам это принял то есть это если это ложная была ложь была под видом благочестия я стремился к симус я не искал себе отмазок меня убедила православие в том что это истина да то есть я принял это за истинно это оказалось ложью я говорю но я же это я не ел на тарелке была там колбаса еще что-то да я ел просто наш приготовил там какой-то рагу и такой ну поняли да то есть где не разделишь это было все кулебякой там да вот это сделано уж не помню как это назывался он там на готовила вот я ел кашетку любяку там все вместе я им как бы вот по православному что ну вот пост выше любовь выше поста и молитвы да вот но это мое искренне было заблуждение я верил в это принял на тот момент да потому что я практиковал православие я в сыграл есть практику я делаю доверяю там пробу и потом делаю выводы добро это или зло вот я пробовал это я бог не открыл естественно все бредятину ты в этом никогда не будешь участвовать вот и все а я очень хотел сказать когда вы дочитали что по сути действительно все это сводится а он написал что слава богу там у нас много сейчас кафе ресторанов где можно встретиться с друзьями просто неправильно я надо было про семью поменять абзацы местами тогда бир там не просто так прочитал басрасков но это он в англии может у них там и меняется у нас негде присесть у нас некому кому-то чуть пойти ты торт не купишь вот кажется было бы повод там еще где купить я уж про миллионник то город в воронеже ничего до сих пор нет на штамме таких веганов нету спроса нет там не кафе никакого у нас века магазины в основном их просто зош называют и там может быть все что угодно и суть там именно зожевская там все подряд там вы молочку найдете бывает эко экологичную да и так вот на такой средний видимо есть какой спрос это паса по сути просто здоровое питание вот а уж пара райцентр или село до 1000 человек которым я в частности живу и всегда собираюсь жить таких небольших поселениях там да ну уж об этом то чем говорить так где-то учу сядешь и купишь да или с кем посидеть там в каком кафе не этот все и конечно сводится к столу получается у вас и действительно вообще дружба нарушать вот и по сути поэтому насчет того самого отца то есть я вам уже объясняю просто ситуация такая была что я пытался и этой действительность так если это его вот его комната там да то а как я ему могу запретить то есть это у меня было только до той планки когда хотел чтобы у нас было ты вместе ну а раз он говорит мне это не надо ну не надо так не надо с ней надо тогда вот будь любезен теперь кто и пытался у уши щадил тоже все тут в наушниках весь сезон слушал да у нас и закупь то произошел потому что уже месяц мы тут вместе были в одной комнате уж пока маленький дом и мы месяц провели с отцом с которым вообще мировоззрение радикально разные во всех сферах и когда я тут все равно не сдерживался уже стал когда кушать готовишь обедаешь уже осень началась тут уже позднее дожди много мы стали много в этой комнате вместе проводить время естественная он услышал что я там слушаю очередной раз его бомбил он сказал я не хочу это слушать искала я не хочу тоже целыми днями тут сумма сходить в одном молчании мне тоже надо что-то я у меня свои интересы разговоры я с кем-то переписываюсь общаюсь записываю свои голосовые а жить пока негде но и в общем меня бомбанула ему выпалил все любви об истине во всех сферах меня понесло там из армии военный так что ну и все вот поэтому ну ничего нового опять же люди единственный вопрос я закрыл я спрос сказал вас ты не хочешь потому что мы по сути то что мы в одной комнате казались только тоже я тоже предъявил потому что тебе ничего не надо и просил давай сразу даже здесь можно разделить при желании ничего не надо и думать мне ничего не надо временно че тут буду городить потом опять все это разбирать ну ладно там потерплю две недели пока он приезжает да ну вот не вытерпел но и это естественно каждому нужно свою зону комфорт я об этом вам сам все время говорю вот я верю чтобы в этом есть божий промысел я знаю я уже вижу и слава богу я тоже жил на иголках да мы абсолютно разные люди абсолютно разные он не все время что его черви сажут я говорю что я вечный он раб системы я ему об этом постоянно говорю я я свободен вот он сам системе раб системы на я свободен я проповеду абсолютную любовь и на словах и на делах там куча чего за что я ему естественно предъявляю вот так вот поэтому вот вам живой пример в себе показываю в принципе такой давно я говорю даже вот этот случай сейчас при совместном жилье я вам объяснял причину она вот везде рабочие то есть просто ты в зависимости я как бы сам не хотел попасть на принципе естественно да потому что это его деньги если по ним было желание здесь обосноваться до было бы комнаты общая кухня получается да каждый действительно волен как бы здесь нельзя переступить я по поводу единственного знаете я все заканчивают два с половиной прям рекорды три часа не помню был у меня сейчас до трех дотяну сел с утра уже время обеда и по поводу вот гарри яровский есть я не знаю у него большое видео нет или это отрывок у меня 10 минутный вы найдете в плейлисте веган по сердцу где не свои видео собираю все что относится к веганству вот он там рассказывал как он тоже с отцом все это и он рассказывает случай тоже что он родственникам поставил ультиматум уже не только что он там есть или вот это все ну все о чем мы с вами сегодня говорили а в том что даже он не приходит туда где не будут есть веганскую где будут есть не веганскую пищу субь если хотите эти семейные тусовки сборе то я приду только там если все согласны есть не веганскую пищу и он рассказ как мы собрались что-то стоим понятно это навряд ли было прям вот так сказать кто-то это воспринял я просто понимаю как мы все как это было он где-то может отговорил или муж своих проповедях или даже через кого-то думал все об этом знает у нас такое бывает и он рассказывает мы стоим где-то ну типа петки может там макдональдсом образно говоря не знаю на улице или ведь я такой слышу кто-то из наших в очереди говорит мне там что-то там сырные наггетсы что-то так он такой тип не понял он такой тоже актерствует немножко это что это что там типа не по русски выражался это я развернулся ушел кто-то там муж сестры или что-то такое да и я вот себе пометил вы же видели я зачитал и что типа вот не знаю это ли высшая планка вообще это планка или нет я ты можешь это поставить но это 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 больше относится уже даже не знаю как я игру что ли не то что красоте может тоже немножко неправильно этот это желание просто это как красоте игру к области удовольствия как ямс игру кто чё ест как любит там трупажоры там чего вылезть еще и ем ешь ты огурец или помидор мне без разницы яблоко или груша вот убиваешь ты или нет мне не без разницы я заступаю за жертву здесь тоже самое если эту простыню вот он да он хочет таким образом и засветить да то что я в принципе такой же и если ты действительно у тебя может на таком же на физиологическом ты даже не хочешь в этих местах присутствует нюхать это там да ты можешь не ходить туда но ты же все равно их этим не изменишь в том плане таким ультиматумом у них нету как же объяснить сейчас я слова подберу короче опять возвращаемся к монастырю каждого человека ты уже как бы переломываешь свободу пусть и не и не прям у человека нет выбора конечно лома щеков поставил вообще зажать в безвыборное и там ломать это это зло а конечно ты ставишь как бы его я мне муж слов не хватает подобрать каких-то человеческих какие к этому эти определения дает когда у нее уже остается выбор ты не то что в его монастырь плюс возьмите это же публичные помещения или пусть его гости пригласили да он что же не говорит что не собирается там без меня до раз уж то есть то есть это такое ультиматум очень слабенький это в принципе так это ты просто я я то же самое говорю я последний раз это сказал уже на вот эти тоже я был на встрече одногруппников институтских и вот там тоже стол завален этой блевотиной да и тогда я еще побыл засвидетельствовал кстати мы 10 лет не виделись я веганстве но многие кто-то видел меня в ютубе да я для этого приехал как себя показать что я не какой-то идиот многие тоже думают что в каком монастыре или еще что-то вот но уже в следующий раз я уже свидетельствовал за истину за мы в группе там в ватсапе и я вышел за эту группу то есть я начал свидетельствовать об истине веганстве ну и там на столе закуси ну я естественно показав что вы не хотите как сузгарил скажите раз два три отряхните прах и все я вышел оттуда то есть и естественно я уже понимаю помню еще где сказать в группе не сказала вот мне кстати староста звонил недавно ну мы с ним этот вопрос так и не подняли но я хотел ему сказать просто на другому ну спрашивал как жизнь чего то есть может собираться может нет нож не говорит будем да я как-то мы тоже даже чуть поговорили там 15 не знаем уж полчаса в общем как жена как дети тому ничего вот но конечно я бы я в этот раз уже не пойду вот если вопрос опять станет просто вопрос не стоял просто позвонил как дела он даже не ил 6 группа вышел их при себя верни думаю да пипец там никому ничего не нас одной стороны эту переписку видел я вот это я вам сказал я честно что-то не помню нашлись разговор такой бытовой был да и я вот вот живой пример я второй раз то есть там я им свидетельствовал тогда я всем и сказал сам естественно все не ел естественно бельмом немножко повисел но это как мы думаем бегу нашим и прямым там бельмом висимы бедных обличаем да и на все насрать любому грешнику пасы порой насрать на правильность потому он и грешник да в любой сфере деятельность вот и сейчас я вот размышляю об этом уже гарри розки не вчера этот ролик тоже видел давно у меня же в жизни тоже что-то размышляют там какие-то определенные опять события конкретные происходят я наверно поставлю вот ультиматум потому что и это в прошлый раз опять это был первый раз то есть я был достаточно такой лаконичный не как вы не надо видите посмотрите беседы мне тоже все разные да то есть при ситуации первый раз для них и так шок многие не знали кто я стал кем я стал на вот то есть говорили там о разных вещах вот об этом тоже конечно если я второй раз приду чего я уже просто тупо всем испорчу вечер того раз захватила вот такого более-менее лояльного поэтому я не знаю либо прийти просто всем вечер испортить ну либо не ходить ну вот сделать предъяву что давайте в веганском из-за кузнецова хотя многие вон тот же получает старостан особо ты не видел что в группе из-за этого закусились я из-за этого вышел так что это все такое знаете и папа поэтому по поводу гавировский размышлял как бы да я играть я к себе запретил ехать да что тут что-то жрать если будете трупожорстка вести время у меня ничего не будет вот сказать что я дорасту до этого что я их друзьям да мы и так уже не общаемся я и так ни с кем не общаюсь то что именно у нас разные интересы сделать это как конкретный ультиматум да и это во всем тем более это такие как это в основном то за веганство топит а у меня область намного шире вы знаете я проповедую всеобщую любовь свободу бессмертия ну тогда мне пока ты целиком святым не станешь да я к тебе не приеду поэтому тут такой себе вопрос конечно я понимаю во первых и тут оговорка я там тоже в скобочках написал произнес это вслух что эта речь идет как раз тоже очень надо понимать важность как раз идет люди люди как раз вот близких которые ты вот хочешь достаточно более твердо показать свою ситуацию это не имеет ввиду к внешним ты как если проповедник активисты как раз идешь туда где даже происходит ты в этом зле не участвуешь ты же сам не жрешь вот но ты общаешься тебя зовут какую-нибудь конференцию ты все равно пойдешь на беседу на дебаты вот тут ты уже просто сам уровень то есть начнешь там с лояльной проповеди с мягкой с простой без повышения голоса пусть это вторая может быть на вторую встречу я еще съезжу да я может вот именно когда тебе на треть уже и так не позовут то есть тут я просто размышляю и конечно я же проповеди любовь к людям ничего им испортит портить им вечер они же зовут меня с другой целью это важно всегда в жизни понимать тем более как проповеди любовь к людям их и к сожалению ультиматум как у еда допустим в англии я не могу последовать и веганском кафе соберемся их нету в воронеже я знаю есть пару я тогда кто помнит я как-то к другу такую менее такую свадьбу ездил но они чисто молодежь собрали 15 человек нас было в таком ресторанчике сейчас воронеже полно все тоже каком-то хорошем у них деньги есть такой хороший стороны там прям было в меню как бы пост на имени это и называет постным даже для поясников там до всех этих религиозников вот ну во первых дорогой ресторан был но это они оплачивали да как свадьбу там как бы отмечали такую молодежную просто посиделочным даже не просто не танцевали ничего там просто праздник живота в такой попробуй позови что у всех деньги есть я сам не пойду в такой да это выбор очень храничный но это мне как одному да вы знаете я два сухаря могу съесть а если ты их зовешь должен быть выбор получается они должны только открыть перхирует путь из не веганское заведение открыть только веганское меню и там два блюда но мне хватило мне много не надо все таки действительность людей вот как мы с вами уже об этом не раз говорим через эти вкусы ароматы чтобы сразу им так скажем жизнь то не портить чтобы они с ума не сходили да это можно где это взять вот поэтому вот так вот поэтому по поводу знаете тоже вот я хоть сам рассказываю про этот рост и активизм но на самом деле все достаточно быстро происходит я такой давно в основной своей массе игру большой косяк это с православием и то как видите себя веню все равно игра причинах но это мой косяк я поддался неважно было мозги включать больше молиться или еще что бога вопрошать ну так как я все равно искал всегда ощущал неправду в этом да через какое-то время это открылась вот и сколько потом не было ну кто знает я долго там один тоже подвязался жил да там отшельничал ну что потом я выходил что я же рассказывал уж последние года жизни где только не поколесил уже не побывал я все это попрактиковал как говорится уже с людьми да всегда у меня если были когатский послабление только потому что я понимаю что он человек со своей волей поэтому какие-то кафе кто помните я уезжаю в краснодар работать оренбург потом в питер ездил в сочи вот где-то отдыхать пусть даже там петербург тогда и жил там я имею до знакомых они это их не дом или мы где-то в кафе встретились все равно это лишний повод и ты в этом не участвуешь боль то есть ты выносишь при этом мозг вот серега и кто сюда приезжал с другом моим детстве несколько раз мы в воронеже пару раз когда я пока вот этот год там жил у отца раз в месяц нам даже может встречались надо раз два месяца заезжал мы где-нибудь там и прогуливались и где-нибудь посидели он обычно с работы там кушал я его мозг все равно только он заказывал там чё-нибудь я им прям сразу мозг про 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 промывал но мы друзья детства конечно ли поэтому вот но он такой он сам очень лояльный тоже вся эта лояльность к сожалению ведет к беспределу с каждой делаете хочешь не истинно у каждого своя там все вот это вот это каши моего папа тоже самое нет это не у каждого своя это не та свобода которую ты как бы не нарушаешь нет и говоришь людям правду мы свободны грешить конечно но это него это него это грех не делает добродетелью и зло добром но все на выговорился вот так вот поэтому я вам скажу что это выбор каждого человека вот это вот все это вот трусость слабость неактивность не стояние вы исти нет все ваши косяки я достиг да я грустил думал что думал сказать ну вот я нам не достиг там гэри что там да нет это никогда меня это не обличало я сколько анализировал вдумывался так ли это я фанатик совершенства святости идеализма вот я завтра я сейчас бы это сделать я принял что это истинно нет это может у гэри даже повод был там может родственник с которым не хотел он с радостью это ставил ультиматум лишь бы найти их не бесполезные многие своих родственников то и не любят ну и за что там уж любить то не за что действительно сидеть на этих сабанту их там ерундой заниматься ему ничего не интересно вот для него может повод было ему это то же сам то он проповедник сам он активист массовый тот же гэри это мы с вами обеде я надеюсь вы не путайте это есть гэри юровский тоже мой так в мире веганство каким это же кумир учитель он мне тоже я много посмотрел он молодец красавчик я в этом плане за веганство вообще уважаю и он то ездит он то со всеми общается при этом я помню то ли я неправильно знаете его этот ролик послушал я по памяти вспоминал что якобы отцу там какую-то ультиматум поставил но потом я пересмотрел оказывается не так я сам тоже чуть все придумал не это он не ультиматума как я когда уж там отец уперся тоже рогом я просто перестал его ну то она может тоже прессовал как бы переубеждать его бы горячий вот я просто потом бросил это потом сам пришел там через сколько-то лет к этому я просто бросил смысла так тоже спорили много ягод оставил это понял вот но он ему никаких ультиматумов тоже так и я не ставлю я же говорю я когда дошел но верю не тоже дошел я говорю сама дошло я думал будем вместе что тут мутить в доме думаю привлечь к этому что я все все проповедую что счет вы хотите как-то быть вместе на долом что то общее что надо делать вместе вот на раз он так и не захотел время пришлось к вам не хочет не хочет что-то конечно условия меняется то есть тут я ничего нового не изобрел поэтому как-то тоже кто-то неправильно эти вещи в моей жизни понимает вот я их видите объяснять тоже так-то у меня давно все по жесткому рассказывая когда тоже дом перас пришел с познанием истины что до 12 лет назад с проповедью тогда как овечка просто свидетельствовал били по голове дыбили я все молчал в ответ да и уходил потом сейчас конечно не так сейчас в этом плане ультиматум уже тоже что я все раньше мог побеседовать послушать всяких не бред не подольше то и конечно вырастает и все это уже с годами причем раз-два-три вы все трогаете появляется тот же самый контент у меня появился я отцу сказал когда расставались у меня есть два плейлиста все ему засвидетельствовал я ему раньше конечно же знать чем я занимаюсь столько лет ему не интересно да я ему сказал что даже на эти вещи в принципе уже говорить не почему у нас ним три разговора за это ли за этот вот сезон очень жестко три было долго жестко то есть не вот и не пять минут в принципе я ему действительно кому я понимаю что для человека когда впервые мы сами все как проходили но трех последних разговоров достаточно я выложился по полной и я ему сказал плюс игру годы жизни контент раньше того не был чем мог 10 лет назад предъявить что сказать я там на других кого целовался вперед сказал папа у меня вот на одном из каналов которых до которых тел тела нету но все-таки есть веган по сердцу и веган во христе так как у меня тоже проблемы с христианством там с евангелием он читать не хочет терпеть не может может мои ролики тебе тоже тяжелее отчасти будут заходить потому что все время об этом еще говорю параллельно хорошо вот есть веган по сердцу и там и там почти по 100 видео разных людей особенно там с разных сторон рассматривать тоже я ему ссылала он смотрел этот со шварценеггером переломный момент ничего не искал ночью все разные попытки делаю вот последний им сказал хочешь вот смотри вот тебе родной сын 1 сколько там 120 роликов 150 у меня в этом плейлисте сейчас все как по запишу все вот это еще по евангелию по новому завету что там пытаются труппажоры оправдать не веганство там по 200 роликов будет верну и он пожалуйста веган по сердцу разные люди разных социальных уровней образований вероисповедания точнее прямые атеисты но говорящие о любви к животным о веганстве хочешь смотри не хочешь хочешь как хочешь я и единственная тоже ему сказал это вот как раз такой ультиматум вот не то что я там не буду там я уж думаю что я скажу я не буду тебя пока ты при мне не будешь там у себя дома но он у себя дома действительно даже прямом приезде все-таки это я говорю это уже личный выбор ты не хочешь ну не хочешь не езжай то что у него в доме предъявлять это такое себе знаете это вторжение в чужую ты можешь нет ты можешь сказать я ты можешь сказать как как гэри может если бы он так вот я может быть я чуть не совсем еще и переводы слушаем он же гэри с англии сам он спор поляк что и по моему одно дело сказать я да я не хочу приезжать потому что не хочу не стал я не хочу ты сам решай да то что я не хочу я вот настолько да и дошла даже не хочу вонят у запах чувствует видеть как вы в этом как бы все уже пожрать рассказать все что у меня ассоциации идут да я знаю что вы убивает пушатся упрямо это убийцы я от него пытался как вы слышали в беседах добиться вон сам это неоднократно произнес когда он там пытался все это выкруживать что нет я покупаю не ты убийца да я убийца не да да что что все убийцы круглые да все и ты и ты все я объясняю что все это все равно действует у меня нет желания просто общаться и рыбак ты умный оставишься тупицу мне нет желания с тупицами общаться мы все и хотим общаться с нормальными людьми с умными с душевными с духовными все одно за другой цепляется у нас тут нет тут нет тут нет тут нет общих интересов чего не возьми мы с ним там за все я говорю за любовь к людям она в разных проявляется в политике во внесе мне все системности в нет элитарности тоталитарности общества до всяких господ там в произволе там каких-нибудь людей в погонах все важно он сам в системе выдая в системе ну вот а я дни у нас с тобой вообще взгляды мы не можем как мы не можем ужиться на одной никто что я такой или ты такой смысле что мы в принципе не то что с разные интересы да мы можем все их только подушить стать такими амебами якобы ничего не происходит делать ведь это что это такое это жизнь неестественно для человека человек счастлив когда он живет открыто нога адам с его были ноги в раю и не стыдились да мы просто скрыли все с этими оболочками мы знаем что-то другой я другой и не проявляем это никак поэтому как бы якобы уживаемся и поэтому мы страдаем игра я не хочу всю жизнь счастлива делать я хочу говорить я хочу слушать я хочу мыслить проявлять это все в жизни в реальной вот так что вот так вот это очень важно поэтому очень важно свою жизнь устраивать об этом я тоже говорил такое постарайтесь тогда ради истины ради собственного счастья свою жизнь как-то устроить выйти из чьей-то зависимости многие же не специально этого не делают кто-то там кормит по это она и хорошо вы тогда так и останетесь рабами вот это очень важно понимать ну все рекордный побит или не знаю какие есть у меня такие подобные ролики 246 все кто досмотрел до конца я на вас просто диву даюсь на этом все у нас с вами по этой по варианту это у нас осталось с вами и их анонсирую это два оправдания бог разрешил нам есть животных и один в поле не войн и на этом мы по версии да все заканчиваем все всем спасибо я надеюсь эти ролики вам помогают в жизни всем желаю познания истины достижения святости через это полноты счастья ставьте лайки делитесь роликами обязательно своих ресурсов до встречи а а а Субтитры создавал DimaTorzok